Ну что ж, давайте начнем. Меня зовут Андрей Мирошкин. Я руковожу компанией Grotech, которая выполняет функции дирекции форума технологий безопасности. Я буду проводить сегодняшнее мероприятие. Я вижу у нас Антон Гуденко уже появился, но Антон, у меня доброе утро. У меня есть несколько вводных слов, которые я всегда говорю, и я предоставлю вам время для выступления, как запланировано, в 11.10. Хорошо? Так, теперь давайте к нашей сегодняшней теме. Очень интересное у нас вновь возвращение к теме удаленной гибридной работы. Работа, поскольку, конечно, огромный путь проделан за последние два с половиной года большинством, наверное, российских организаций. Мы обрели, как работники, массу цифровых привычек. Менеджмент приобрел также навыки и инструментарий для управления гибридной работой, для повышения эффективности, для коммуникации. Так, и, безусловно, этап зрелости еще не наступил. Так, но мы движемся к нему. И очень интересно всегда на таком этапе рост возможностей, мощности доступного инструментария, переосмысления многих задач и препятствий, и проблем. Вот. Поэтому, уважаемые участники, очень рады тому, что у нас сегодня именно такая тема. Так, делается акцент на средства для автоматизации и повышения эффективности. И нужно сказать, как мы будем работать сегодня. Работаем мы сегодня с нашими партнерами. Генеральным партнером является компания Кваут МТС. Стратегическим партнером. Компания Корп Софт 24. Рютос вы видите логотип на экране. Партнером конференции также выступает компания РУ Десктоп. Так, мы построим нашу работу таким образом, что примерно половину времени с вами будем находиться в состоянии диалога. И поэтому я хотел бы вас настроить, уважаемые участники, на, знаете, такое активное слушание, когда тезис, который вам близок, или вопрос, который у вас возник, вы даете в чат, и таким образом управляете и мною, и нашими сегодняшними выступающими. Я также призываю вас не ограничивать вопросы только содержанием презентации. Для того мы выделяем время для диалога. Может быть, вы хотели бы, чтобы докладчик сказал о том, о чем он не говорил еще. Может быть, вас интересуют технические, инженерные, управленческие вопросы, бенчмарки, экономика, как те или иные правовые моменты, так, опыт, ошибки, так, любые вещи, которые могут вас интересовать, не сомневаясь, озвучивайте в чате. Так, главное, чтобы это было ближе к вашей работе, потому что мне хотелось бы, чтобы сегодняшнее событие помогало в практической работе, в решении профессиональных задач нашим участникам. Так, теперь важное объявление. Мы ведем запись нашей конференции, так, и эта запись предполагается публичному распространению, будет опубликована ссылка на интернет-страницу конференции, и там же вы получите доступ к материалам, с которыми вас будут знакомить докладчики. Так, и еще раз напоминаю, 20 минут выступления, 10 минут его обсуждения, это режим работы, так, и в 14.10 я проведу 50-минутную дискуссию, в которой примут участие наши сегодняшние эксперты, наши сегодняшние докладчики. Дискуссия всегда имеет неожиданные выводы, неожиданные повороты, и в дискуссии мы отходим, естественно, от презентации, каждый из участников руководствуется своим профессиональным опытом, профессиональным видением, отвечая на вопросы друг друга и ваши вопросы, уважаемые участники. Поэтому пометьте, пожалуйста, 14.10, начало дискуссии, в 15 часов мы сегодня завершим нашу работу. У команды, вот мне команда говорит, что есть опрос у команды организаторов, прошу вас вывести его на экран. Уважаемые участники, для того, чтобы наша работа была еще полезнее для вас, точнее, я прошу вас пометить, отметить ваши приоритеты, и если вы хотели бы, чтобы мы представили вас нашим сегодняшним выступающим, так то поместите, пожалуйста, там и ваш адрес электронной почты. А у нас сегодня, еще раз повторю, об инструментах для создания экосистемы цифрового рабочего места, мы будем говорить с Cloud MTS. Способы повышения эффективности удаленной работы сотрудника обсудим с Константином Рензяевым из CorpSoft. Импортозамещение по управлению конфигурациями конечных устройств удаленному доступу обсудим с Антоном Толстых из RuDesktop. Юрий Бражников, СВЗ Cloud, представит цифровое рабочее место Карбонио. Денис Богданов будет говорить об удаленной работе для информационной безопасности. И Константин Саматов посвятит свое выступление вопросам применения отечественных решений для организации удаленной работы. Так что программа у нас сегодня в этом плане достаточно такая интересная. Я прошу вас, давайте еще мы минутку дадим для заполнения этого опроса, для заполнения этой анкеты. Дайте нам, пожалуйста, ваше мнение. Так, что у нас еще есть, что у меня еще есть сказать вам пока вы заполняете анкету. И перед началом, ну, есть, как всегда, такое контекстное предложение вам от агентства Монитор. Это информационное подразделение компании Гротек. Они подготовили для вас специальный бюллетень, близкий по тематике. С ним можно ознакомиться, на него можно подписаться. Можно посмотреть и на другие издания, которых более 60 сейчас в портфеле агентства Монитор. Ссылка появилась в нашем чате. Сегодня вам агентство Монитор представляет бюллетень HR Management, практика управления персоналом. Так, ну что ж, так, по анкетированию пора завершать, потому что подошло время пригласить в эфир первого выступающего. Спасибо большое команде, что завершили этот опрос. Так, и что ж, к нашей работе сегодня переходим. Я вновь приветствую в эфире Антона Гуденко, руководителя портфеля продуктов бизнес-приложения CloudMTS. Надо сказать, что тема бизнес-приложений, наверное, самая такая ожидаемая, горячая. Больше всего каких-то разочарований и надежд высказывают крупные российские корпоративные покупатели относительно бизнес-приложений и цифрового рабочего места. Пожалуйста, Антон, можно начинать. Прошу, инструменты для создания экосистемы цифрового рабочего места. Добрый день, Андрей. Спасибо большое за представление. Добрый день, коллеги, друзья. Вижу знакомые имена. Рад вас всех сегодня видеть. И спасибо за возможность рассказать про то, что мы делаем, о чем мы думаем. Вместе с рынком. Быстрее рынка, медленнее рынка, не имеет значения. Значит, сегодня в контексте темы о организации удаленной работы мы именно хотели сфокусироваться на теме работы с бизнес-приложениями, уже как с конкретным инструментом, в котором работают пользователи. Ну, пользуясь случаем, хочу отметить, что компания CloudMTS и компания МТС могут вам предложить, конечно, огромный набор инструментов для организации любой формы удаленного рабочего места. Но сегодня мы говорим именно о его сегменте, о его части, о бизнес-приложениях. Это непосредственно те инструменты, с которыми взаимодействуют наши с вами пользователи. И сегодня мы поговорим про три продукта, которые есть и относительно недавно появились в нашей продуктовой линейке. Это наш сервис Office CloudMTS, это наш сервис корпоративная почта и сервис OfficeLite, про который мы тоже сегодня расскажем. К сожалению, там формат сегодняшней конференции нам не позволяет очень много и детально говорить, поэтому мы с вами пробежимся, наверное, только по основным моментам. Демонстрации сегодня тоже не будет, но мы сделали несколько слайдов, несколько скриншотов, разместили их в презентацию, поэтому вы, в общем-то, сможете тоже составить свое представление о продуктах. И, естественно, мы всех вас приглашаем попробовать, потестировать, дальше уже после конференции в рабочем порядке и составить свое собственное мнение о работе там тех или иных приложений. Так, ну, продолжая, в общем-то, эту тему, все мы, наверное, столкнулись с проблемой того, что компания Microsoft, которая была безоговорочно лидером на рынке работы бизнес-приложений, на рынке офисных приложений, в некотором смысле явно или неявно, но покинула российский рынок. Сегодня мы не имеем возможности нормальную получить техническую поддержку по продуктам. Сегодня мы не имеем возможности купить легально продукты Microsoft. Оставаясь на его продуктах, в некоторой степени мы попадаем в юридическую серую зону, в зону, когда развитие наших бизнесов несколько затруднено, потому что мы не можем докупать продукты. Естественно, сегодня весь рынок ищет некую альтернативу, которая позволила бы заменить эти продукты чем-либо другим, соответствующим по функционалу и по качеству. И серия хорошей новости заключается в том, что такие продукты у нас есть. Возможно, они не полностью еще, конечно, заменяют Microsoft по удобству, по функционалу, но со своей стороны мы можем сказать, что вендоры очень семимильными шагами туда идут. И мы, как Cloud MTS, приняли для себя решение, что мы в настоящий момент не будем заниматься какой-то собственной разработкой таких офисных продуктов. Мы выбрали бизнес-модель, в которой мы заключаем партнерство с крупными и с проверенными вендорами. И на базе их программных решений делаем SaaS-сервис для наших клиентов, для наших пользователей и предоставляем эти продукты им в виде сервиса. Таким образом, в нашей линейке сегодня появилось, наверное, три основных продукта, про которые мы хотели поговорить сегодня. Это корпоративная почта, которая сделана на базе программного обеспечения CommuniGate Pro. Это офис Cloud MTS, который сделан на базе пакета мой офис. И сервис OfficeLite Cloud MTS – это, в общем, тоже офисное приложение, которое сделано на базе программного продукта Zimbra в сборке компании Zextras. Как бы не все эти решения являются, программные решения являются отечественными, да, то есть вот третий участник – это международная компания, но она из дружественной юрисдикции, и поэтому, в общем-то, тоже представляет сегодня интерес для нашего рынка. Давайте дальше поговорим чуть-чуть подробнее про каждый из этих продуктов. И начать я хочу с продукта Office Cloud MTS. Напомню, что этот продукт, этот сервис, который сделал на базе наших стратегических партнеров компании мой офис, и он ей разработан. Это действительно, наверное, сейчас один из таких уникальных продуктов на рынке, который предоставляет очень широкий спектр решений, максимально близок, не полностью, но, в общем-то, уже довольно максимально близок к тому, что представлял раньше Microsoft, и, в принципе, покрывает себя, покрывает как сервисы, которые позволяют обмениваться и совместно работать с документами и с почтой, да, то есть это корпоративная почта, корпоративный облачный диск, который позволяет выкладывать диски, выкладывать файлы и совместно работать над документами пользователям организации. Но также он предоставляет еще и сами редакторы, которые, в общем-то, тоже довольно близки по своему функционалу к решению Microsoft. Делая небольшой шаг назад, хочу сказать, что из тех родмапов вендоров программных продуктов, которые мы сегодня видим, мы можем сделать однозначный вывод о том, что вендоры идут примерно в одном направлении, каждый хочет сделать продукт, который будет максимально похож на Microsoft Office 365 по функционалу, по каким-то потребительским свойствам, по удобству использования этого продукта. Ну, каждый из вендоров идет с разными шагами и из разной начальной точки, но все примерно идут в одном и том же направлении, да. И как раз компания МТС может вам представить возможность попробовать каждый из этих продуктов, сделать свой собственный вывод и решить, какой из этих продуктов вам больше подходит. Возвращаясь к продукту Office Cloud MTS, хочу сказать, что между нами и моим офисом, или, правильно сказать, мой офис, заключено стратегическое партнерство. Мы являемся одним из первых сервис-провайдеров, который разместил у себя мультитенантную версию стенда мой офис и начинает предоставлять этот сервис. И нам очень нравится наш опыт взаимодействия, нам очень нравится тот родмап, куда идет компания мой офис. И забегая вперед, могу сказать, что действительно продукт очень хорошо развивается. И я уверен, что в ближайшее время совместно с нашими партнерами из моего офиса мы сможем вас порадовать новыми программными решениями, которые будут делать жизнь наших с вами пользователей еще проще и еще легче. Вот. Возвращаясь непосредственно к самому сервису в том виде, в котором он есть сейчас, естественно, его основная задача – это организация единого пространства, цифрового рабочего места. Сделано это, повторю, на базе российского ПО. Это российское ПО внесено в реестр отечественного ПО. И сегодня этим программным обеспечением уже пользуется огромное количество пользователей и компаний в Российской Федерации, да и не только. То есть есть достаточно много примеров, когда сервисом и программным продуктом пользуются за пределами России. Естественно, его предоставление по сервисной модели, оно позволяет обеспечить такие характеристики, как его быстрый запуск. То есть вам не нужно там ничего долго разворачивать. В принципе, наш сервис может быть организован и предоставлен вам там в течение четырех часов после того, как вы подписали заказ. Вы самостоятельно можете управлять своим сервисом, своими пользователями. При помощи этого сервиса вы можете создать безопасную корпоративную среду для обмена почтовыми сообщениями, для обмена файлами. Все ресурсы, которые вы используете в данном сервисе, они доступны как с десктопов, так и с мобильных устройств. На это есть мобильные приложения, которые точно так же можно скачать в Google Play и в App Store. Естественно, все это доступно из любой точки мира. И, в общем-то, любой администратор, который имеет опыт администрирования корпоративных систем, офисных приложений, он, в общем-то, может без проблем освоить администрирование тенантом своей организации Office Cloud MTS. В настоящий момент у нас доступно два основных вида предоставления сервиса. Это публичная инсталляция, про которую я говорил раньше. И это фактически такая инсталляция, где живут много тенантов, много клиентов. Естественно, каждый из них изолирован друг от друга, они не видят данные друг друга. Но при этом надо понимать, что ресурсы этого стенда распределяются статистически между клиентами. В настоящий момент в версии мультитенанта доступна версия, когда пользователь получает и почтовый сервис, и сервис облачного диска одновременно. Вы можете использовать свое собственное доменное имя для организации своей корпоративной среды. И сервис действительно довольно быстро разворачивается. Делается это сегодня при помощи наших инженеров. У нас есть в плане размещения это в консоли самоуправления на Cloud MTS. Но пока мы туда еще не пришли, и тенант собирается нашими инженерами, но делается довольно быстро. Вторая версия предоставления сервиса – это частная инсталляция, выделенная инсталляция, которая собирается исключительно под определенного клиента и исключительно под его требования. Эта инсталляция может уже обрасти огромным количеством дополнительных опций. Клиент может быть абсолютно уверен, что все те самые вычислительные ресурсы, за которые он платит, используются только им, и ни в коем случае не может быть какого-то конфликта интересов. Обычно эта инсталляция немножко более дорогая. В ней уже возможно организовать или только почтовый сервис, или только сервис облачного диска, или и то, и другое. Дополнительно эту инсталляцию можно разместить в облачном сегменте 152ФЗ. Это сегмент, в котором применены дополнительные средства информационной безопасности, и он также сертифицирован на соответствии требованиям закона 152ФЗ. Точно так же можно использовать свое собственное доменное имя, и существует интеграция с AD, где поддерживаются практически все LDAP протоколы. Забегая вперед, могу сказать, что если наш клиент, с которым мы уже сотрудничаем, по каким-либо причинам, принципиально хочет, чтобы этот инстанс Office Cloud MTS, моего офиса, был развернут у него в его цоде на его собственных вычислительных ресурсах, в этом плане мы тоже не оставляем клиента ни с чем. Мы готовы в рамках группы компании MTS продать ему лицензии моего офиса и помочь с разворачиванием и с интеграцией моего офиса в IT-ландшафт клиента. Значит, вернемся к наполнению сервисов. Сегодня сервис, как я говорил, представляется в варианте, когда клиенту именно в веб-версии предоставляется почта и облачный диск. Быстро пробегу, потому что, к сожалению, время ограничено. С почтой это действительно полнофункциональное веб-решение для организации корпоративной почты. Оно достаточно комфортно с точки зрения пользователя. Оно обладает довольно широким функционалом. У нас есть несколько примеров, когда пользователи, клиенты уходили в более дешевые решения, но потом возвращались, опять же, к решению моего офиса, потому что немножко более функциональное, больше кнопочек, больше возможности настроить под себя формат. Значит, и почтовое решение предоставляет все классические варианты. То есть это как бы работа с самой почтой, да, и вы можете группировать письма, вы можете создавать общепочтовые ящики, вот, вы можете делать групповые рассылки. Единственное, что мы немножко ограничиваем объем писем, которые могут отправляться в промежуток короткого времени, да, потому что если вы хотите делать какие-то широкомасштабные бродкастовые почтовые рассылки, пожалуйста, придите к нам, мы для вас сделаем отдельный сервис. Вот. Здесь есть работа с календарями, тоже довольно комфортно и очень привычно, напоминает, в общем-то, то, что мы с вами умеем делать и видели много раз в Outlook. Есть работа с контактами, все это друг с другом интегрируется, все это прекрасно работает. Следующий блок, о которых нужно помянуть, это, собственно, облачный диск и работа с документами. То есть в вашей организации вы можете совершенно безопасно создавать структуру файлов, хранить там документы, при помощи встроенных редакторов совместно работать с этими документами, не прямо там же в веб-интерфейсе, никуда не перенося. И точно так же вы можете этим пользоваться как с стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств, потому что приложение доступно. Следующий набор того, что предлагается вам в виде сервисов, это, собственно говоря, та самая классическая работа с приложениями на декстопах, то, к чему мы, в общем-то, привыкли при работе с Microsoft Office, когда у нас есть средства для совместной работы, которые располагаются где-то в облаках, где-то в вебе, да, также у нас с вами стоят приложения на наших декстопах, и нам удобнее так пользоваться. Вот сегодня в рамках этого сервиса мы предоставляем также право дополнительно к веб-ресурсам, дополнительно к веб-почте и к веб-диску, установить себе на рабочие компьютеры, собственно, сами приложения, которые называются «Текст», «Таблица» и «Редактирование презентаций» и использовать их примерно в том же самом режиме, в котором мы с вами привыкли. Значит, могу поделиться своим собственным опытом, да, потому что я в течение уже довольно долгого времени использую приложение «Мой офис», просто для того, чтобы составить свое собственное мнение об этом. И более того, могу сказать, что вот эту презентацию, которую вы сегодня видите, это презентация, которая сделана в редакторе презентации от моего офиса, в принципе, в принципе, должен признать, что требует привыкания, так скажем, не сразу, не с первого дня для вас все становится нативно и понятно. Вот. В моем личном случае это заняло примерно, наверное, где-то полторы-две недели, в течение которого как бы я адаптировался, искал где там правильные кнопки. Ну, в общем, так скажем, коллеги максимально удобно, максимально близко сделали к моему офису, поэтому, в общем-то, вот даже без дополнительных каких-то тренингов, там мне хватило полторы недели, чтобы привыкнуть к новому интерфейсу. Вот. У нас, значит, существует текстовый редактор, существует редактор таблиц, вот таким образом видят его, он выглядит на экране, и существует редактор презентации, которым вы можете использовать. Сегодня мы предоставляем этот сервис в двух вариантах, да, сервис офис почта плюс облачный диск, это исключительно веб-версия, да, про которую мы говорили раньше. Сегодня он стоит у нас вот 619 рублей, да, потому что, ну, там, в 619 рублей включено 5 гигабайт почтового ящика и 8 гигабайт на пользователя места для хранения данных в облачном диске. Это все расширяется, это все обсуждаемо, цена обсуждается как в большую сторону, так и в меньшую, поэтому приходите, поговорим. И второй пакет сервисов, который мы предоставляем, это тот же самый почта плюс облачный диск, та же самая облачная версия, но дополнительно к этому еще вы получаете право на использование стационарных приложений на десктопах ваших пользователей. Нужно отметить, что для образовательных и государственных учреждений существует отдельная тарифная сетка, она существенно ниже, чем тарифная сетка для коммерческих организаций, поэтому, в общем-то, тоже, как бы, приходите, покажем и обсудим. Вынужден немножко скомкать рассказ и пробегать вперед. Значит, по поводу дополнительных следующего продукта хотели сегодня представить. Мы его позиционируем исключительно как веб-сервис по организации корпоративной почты и облачного диска. Он сделан на базе точно так же отечественного программного решения CommuniGate Pro, предоставляет почтовые ящики объемом от 1 до 50 гигабайта, общие календари для совместной работы, адресные книги с контактами сотрудников и организации, точно так же предоставляет доступ с мобильных устройств. Сегодня он доступен в трех вариантах тарификации, при этом тарификация друг от друга отличается не функционалом, а изначальным объемом почтовых ящиков, которые, собственно, предлагаются пользователям. Значит, как все наши продукты, к сервису прилагаются расширенные, довольно жесткие СЛИ. Данные хранятся на территории Российской Федерации в наших собственных дата-центрах. И доступ, по-моему, я уже говорил, что доступ к этим устройствам, доступ к данным пользователям к почте предоставляется как с стационарных устройств через веб, так и с мобильных устройств. В продукте корпоративной почты довольно широкий выбор, настраивание веб-интерфейсов пользователя. Он поддерживает все стандарты почтовых клиентов, которые сегодня существуют на рынке. У него есть маппи-коннекторы для подключения клиентов Microsoft Outlook. Вы можете продолжать этим пользоваться. В нем можно организовать группы рассылок, переадресации писем, настроить правила автоматической работы. И также у него есть такая фича, как поддержка нескольких почтовых доменов. Это, в общем-то, тоже довольно интересная опция для почтовых организаций, которые регулярно ее запрашивают. Точно так же сервис предоставляется в виде двух вариантов. В виде публичной мультитенантной инсталляции и частной инсталляции. Мы позиционируем, что мультитенант это в большей степени решение, которое предусмотрено для пользователей с не очень большим количеством объемов почтовых ящиков для среднего и малого бизнеса. Для корпоративных клиентов рекомендуем частную инсталляцию. Но, опять же, это все в нескольком смысле условно. То есть мы можем сделать и частную инсталляцию для небольшого количества пользователей, если клиент это хочет. Также можно сделать и пустить, вернее, крупного клиента в мультитенантное, если у него нет никаких специфических требований и пожеланий. Продукт сегодня предоставляется, как я говорил, в трех видах тарифных планов. При базовом варианте, когда у пользователя есть объем почтового ящика 1 гигабайт – это 400 рублей в месяц. При бизнесе от 5 гигабайт – это 475, и при 10 гигабайт – это 550 рублей в месяц. Но, опять же, в любом случае, в зависимости от размера организации, от ваших потребностей и так далее, цены обсуждаемы. Поэтому не фокусируйтесь на этих ценах. Это ориентир. Всегда готовы обсуждать. Приходите, пробуйте, тестируйте продукт, решайте, что для вас нужно. И мы готовы сделать решение, которое будет максимальным образом соответствовать вашим бизнес-ожиданиям. И следующий, третий продукт, который мы сегодня предоставляем, он у нас как бы позиционируется как легкий продукт, но легкий именно с точки зрения организации сервиса и с точки зрения модели его предоставления и его стоимости. Сегодня это, наверное, одно из самых бюджетных решений, которое позволяет организовать офисный сервис, сервис, вернее, офисной продуктивности для наших клиентов. Это OfficeLite. Он построен на решении Zimbra в сборке компании Zextras. Чуть-чуть позже сегодня будет на этой конференции выступать Юрий Бражников. Не буду отбирать у него хлеб. Он более подробно расскажет про продукт, про его функциональное наполнение. Я могу сказать, что мы как бы фокусируемся на том, чтобы этот продукт предоставить вам по сервисной модели, чтобы у вас не было головной боли, связанной с его настройкой, интеграцией и поддержкой ваших пользователей. Он у нас уже развернут. Тоже можно приходить, попробовать, потестировать. Удобный продукт, довольно сильно напичкан разными функциями. В его состав входит почтовый сервис, контакты, календарь. Также есть у него задачи. Есть онлайн-редактор, но сегодня он у нас собран с помощью LibreOffice. есть сервис видеоконференц-связи и есть точно так же облачный диск. Поэтому не хочу говорить, что там что-то лучше, что-то хуже. Приходите, попробуйте, что вам больше нравится, имеете право выбрать. Продукт довольно интересный, и всем предлагаю на него посмотреть. Более того, что, в общем-то, он действительно, наверное, сегодня один из самых бюджетных в нашей продуктовой линейке. Единственным, может быть, его не то, что недостаток, но ограничение связано с тем, что он является продуктом, который не разработан в России. Это страна происхождения у него сегодня Индия. Это дружественная юрисдикция. Нету проблем использования его, в принципе, в российских компаниях. Но при этом для тех, кому важно, чтобы продукт был российским и программное обеспечение было включено в реестр отечественного ПО, к сожалению, наверное, не остановит свой выбор на нем. Я вижу, Андрей меня, наверное, хочет чуть-чуть поторопить. Поторопитесь, я буквально заканчиваю. Тот дополнительный функционал, о котором я уже говорил, что в продукте можно организовывать видеоконференц-связь, это уже реализовано в онлайне. Поэтому он где-то, наверное, может быть, сегодняшнего наполнения, близок к функциональному наполнению того, что сделано в Microsoft Office. Есть онлайн-редактор документов. И, собственно, вот чуть-чуть вам ориентира для тарификации. Базовый функционал сегодня стоит от 100 рублей за почтовый ящик. Дополнительно можно добавлять к нему опции видеоконференц-связи, это от 70 рублей. Опция мобильного доступа, чтобы это было все доступно с ваших мобильных устройств, это от 30 рублей. И дополнительно опция резервного хранения от 90 рублей. Все наши продукты, которые размещены в облаке МТС, обладают одним, в общем, преимуществами. Это то, что высокий уровень сервисного обслуживания, довольно жесткий SLA, который, в общем-то, мы готовы нести и готовы платить штрафные санкции в случае его несоблюдения. Мы обладаем собственным персоналом, который, в общем-то, умеет поддерживать, извините, тут отпечатка, не только мой офис, но также Коммунидейт и Зимбру. Минимальное время на запуск, максимальная адаптация под решение клиента, отсутствие необходимости несения капитальных затрат и абсолютно разные модели по использованию сервиса. Собственно, если вы захотите попробовать, в начале презентации были мои контакты, вы можете обратиться ко мне, вы можете прийти на сайт CloudMTS, вы можете оставить заявку там, вы можете позвонить вашему персональному менеджеру в CloudMTS или просто в МТС, любой способ. Получайте тестовую версию, тестируйте, составляйте свое мнение, пробуйте, разговаривайте с нами, мы всегда открыты для диалога, и очень надеюсь, что те продукты, которые мы делаем, вам понравятся. Антон, спасибо большое. Андрей, извините, я чуть задержался. Не проблема. Так, действительно информации много, поэтому я понимаю, Антон, у вас сложная была задача. Значит, вот очень хороший вопрос у нас есть от Олега Колпакова. Первый, его интересует совместимость формата файлов при переходе. То есть, приходится ли какие-то специальные проводить, так сказать, процедуры для того, чтобы в мой офис, например, мигрировали документы и так далее из Microsoft офиса? Да, отличный вопрос. Значит, есть только одна проблема, так скажем, во всяком случае, про которую я знаю, которая точно так же признает и мой офис, ну, это, в общем-то, проблема нормальная. Скажу честно, я с ней не сталкивался, да, потому что в моей практике просто нету таких файлов, да, ну, пока, во всяком случае, я это использую, там, практически не использую. Это, это макросы Microsoft, да, в Excel, которые написаны на VBA. Там, к сожалению, это протокол, который поддерживается только Microsoft, они, в принципе, не поддерживаются и не могут быть поддержаны, там, какими-либо другими продуктами. Это вечная проблема с макросами, вот. Мой офис сделал ставку на язык макросов Lua, да, и, в общем-то, если вы очень активно в вашей работе используете майкрософтовские VBA макросы, то нужно будет сделать необходимую, ну, некоторую работу по перепрограммированию их на Lua. Да, тут деваться, как бы, некуда, вот. С другой стороны, справедливости ради должен сказать, что, в общем-то, это вообще вопрос о переходе с программных продуктов Microsoft на, там, любой другой программный продукт, и, более того, даже иногда между версиями макрософта происходят проблемы, вот. Но с точки зрения плюса, опять же, за тот месяц, вот, которым я пользуюсь файлами, редакторами мой офис, я не встречал случаев, когда у меня там что-то, как бы, кардинально съезжало, и я открываю файлы Microsoft в моем офисе и не мог их прочитать. Иногда, бывает, чуть-чуть съезжают картинки в редакторе презентаций, вот файлы текста, файлы таблицы открываются абсолютно нормально. Я даже был удивлен, ну, у нас существует довольно, так скажем, витеватая форма с формулами на разных листах по расчетам некоторых финансовых показателей, и я вот был абсолютно уверен, что, открыв это в таблицах, мой офис все поедет, и я не смогу ничего сделать. Нет, все, все работало, все формулы остались, все работало. Антон, хорошо, давайте еще парочку быстрых вопросов, потому что мы немножко задерживаем Константина Рензяева, но добавлю ему время. Что с интеграцией ВВП-периметр? Может быть, есть какие-то дополнительные инструменты для обеспечения информационной безопасности? Это такой естественный вопрос для продуктов российского происхождения. Да, значит, сегодня все, так скажем, тут есть два принципиальных подхода разных, то есть есть сегодня вот это мультитенантные версии продуктов, которые обладают определенными средствами защиты информации, информационной безопасности, которые сделали мы, так скажем, в соответствии со стандартами информационной безопасности, которые действуют у нас. Вот, более того, могу вам сказать, что наши стандарты, они довольно высокие, и все продукты, перед тем, как выходить в эфир, они проходят тестирование, сканирование средствами информационной безопасности, получаются требования на их использование. Вот, то, каким образом эти продукты, там, организованные, какие инструменты информационной безопасности используются, мы готовы рассказывать. Вот, поэтому приходите, поговорим. С точки зрения, ну, вот то, что касается, как бы, частных инсталляций, то там вообще доступно, там, любой каприз за, по вашим требованиям, да, когда мы можем собрать фактически инсталляцию под вас, учитывая все ваши требования информационной безопасности и учитывая все тонкости интеграции в ваш IT-периметр, в ваш периметр информационной безопасности. Так, короткий вопрос. МФА поддерживается для доступа к сервисам в облаке? В мультикинантной версии сегодня нет, это находится в бэклоге продукта, в частной инсталляции – да. Так, ну и вот вопросы, там есть у нас по редактированию кат-файлов. Есть что-то в планах дорожной карте? Вот Дмитрий спрашивает. Кат-файлов, извините, чуть-чуть специфичный вопрос. Не готов на него ответить, да, готов взять его и потом вернуться. Да, ну и в завершение, что, на ваш взгляд, такого востребованного и интересного, буквально 2-3 пункта есть в дорожной карте, да, потому что сейчас, конечно, все понимают, что российский продукт развивается активно, и очень важно, что там впереди. Вот что для корпоративных пользователей впереди, да, что в дорожной карте есть такого наиболее, с вашей точки зрения, интересного, часто востребованного? Да, ну, значит, повторюсь, что, в принципе, все вендоры, которые сегодня представлены, они идут в одном направлении, да, они идут в том самом направлении, которое задал Microsoft своим Office 365. Это совместная работа с документами, совместная работа с файлами, удаленная работа с документами через веб, через встроенные приложения и так далее. Вот, значит, все вендоры идут вот в эту самую общую точку, то есть если вы имеете опыт работы с Microsoft Office 365, использовали Microsoft Teams, использовали приложения на своих рабочих столах, использовали совместную работу, то вы вот на самом деле можете представить себе, куда все движутся и куда все придут, да. Значит, единственное, что у всех там чуть-чуть разный горизонт, но там вот сейчас без какой-то конкретной конкретики, да, извините за тавтологию, значит, все туда должны прийти где-то на рубеже 24-го и 25-го года, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Понятно. Вот, вот примерно так, да, если в городе. Хорошо. Антон, благодарю вас. Будет очень здорово, если вы полезные ссылки, контакты или ваша команда повторите в нашем чате. Ну, это просто удобнее и быстрее. Да, конечно, сейчас это сделаю. Участников. Буду рад вас видеть на дискуссии сегодня, и теперь, с вашего позволения, мы движемся. Да, Андрей, спасибо большое. Спасибо большое, друзья, коллеги. Всем успехов и хорошего дня. Благодарю. Ну что ж, а теперь приглашаю в эфир Константина Ринзяева, генерального директора АО «Корп Софт», и речь пойдет о способах повышения эффективности удаленной работы сотрудника благодаря системе «Рютас». Правильно я ее произношу. Константин, спасибо, что подождали несколько минут. Я добавлю вам времени, и также и вашим коллегам, у которых я знаю, что тоже есть возможность подключиться. Прошу вас, можно начинать. Слышно и видно хорошо. Да, спасибо. Андрей, не переживайте, все хорошо, ничего страшного, никаких проблем нет. Антон, спасибо за доклад, было интересно. Посмотрели, посмотрели цены, очень хорошие у вас условия. Спасибо, интересно. Сегодня я хотел бы рассказать вам о системе, которую мы начали разрабатывать в начале пандемии. Как только началась пандемия весной 2020 года, всех нас, если помните, резко разогнали по домам, невозможно было перемещаться свободно, и мы решили, в том числе и для своих нужд, разработать систему по коррективной работе и управлению эффективностью сотрудников. И, наконец, я рад представить вам последнюю версию нашей системы. она постоянно развивалась, модернизировалась. Сегодня расскажу о функционале, который есть, в чем-то пересекается с другими системами, а в чем-то он уникален. Во-первых, хотел бы вначале озвучить проблемы, с которыми сталкиваемся, и я как руководитель компании и сотрудники при работе, при удаленной работе. Даже по себе лично я знаю, что если я остаюсь дома или уезжаю куда-либо в другой город, не иду в офис, у меня падает исполнительская дисциплина. Вот как бы человек не был самодисциплинирован, как бы вот хорошо не распоряжался своим временем, не всегда возникают какие-то соблазны. Необходимо сходить в магазин, отвезти ребенка в детский садик. И да, банально заглянуть почаще в холодильник и повысить свою калорийность, потратить время на приятные какие-то жизненные моменты, посмотреть что-то на YouTube и так далее. достаточно часто звоню и слышу, что сотрудник однозначно не на рабочем месте, поэтому в принципе мы к этому относимся достаточно лояльно. Главное, чтобы результат был и вся работа была сделана, но тем не менее в целом это не есть хорошо. Ну и конечно при переходе сотрудника на удаленную работу мы не просто калитку приоткрываем, распахиваем ворота в в нашей информационной безопасности. По этим моментам сейчас пройдем, как мы их предлагаем решить. Что вообще можно методов работы с данными вопросами не так много. Первый, это контроль сотрудников. Неважно, сотрудник работает в офисе, на удаленке. Если его контролировать, то эффективность выше. Второе, это мотивация, понятно, это кнутый пряник, повесить морковку и ожидать, что человек будет сам себя мотивировать и в ожидании выполнения своих кипяек и премии. Еще какой-либо мотивации будет лучше работать. Ну и самоорганизация для сотрудников. Некоторые кому-то сложно себя своими внутренними инструментами самоорганизовывать. Система, которую мы предлагаем, как раз помогает это делать. Первый инструмент, про который я бы хотел рассказать, это постановка задач сотрудникам, организации коллективной работы, индивидуальной работы. В целом этот инструмент похож на инструмент, который используют различные task-менеджеры. Ничего особенно ноу-хау здесь нет, но достаточно удобная реализация. Можно посмотреть иерархию организации, увидеть иерархию организации, обратить внимание кто чем занят. Сотрудник может сам себе поставить задачу, если он понимает, что не может справиться, привлечься исполнителя. Достаточно гибко данный инструмент настраивается и можно им пользоваться и как для самоорганизации в личную, если работать одному самому себе ставить задачи и исполнять, так и в коллективной работе. И опять же руководитель всегда понимает кто чем занят и вот на следующем слайде как раз такой вот знакомый всем инструмент по знакомой по Outlook уже ранее озвученному продукту Microsoft очень удобный инструмент, в котором руководитель всегда может увидеть чем занят сотрудник, сотрудник понимает свою занятость и если руководитель у нас есть кейс главный бухгалтер крупной организации у него в подчинении 40 человек крупная госструктура он периодически смотрит кто чем занят и управляет очередностью выполнения задачи если он понимает что сотрудник поставил себе задачи полегче а самое сложное поставил ближе к какой-то критической дате всегда же есть соблазн сделать что-то попроще и перейти потом к сложному он сам передвигает и меняет очередность исполнения задач это очень такой удобный управленческий инструмент по управлению приоритетами работы сотрудников вот также система позволяет учитывать время опять же здесь никакого ноу-хау нет время можно учитывать двумя способами как счетчик счетчик времени у шахматиста хроник вторая вести тайм-трекер то есть начал задачу нажал кнопку переключился на другую задачу задача приостановилась или остановить ее либо она приостановилась и продолжилась когда вернулся к ней снова данный инструмент полезен для каких-то ну наверное не очень дорогих специалистов допустим инженеров и никейщиков которых есть четко четкий норматив времени на выполнение задач допустим по обслуживанию принтера офисного принтера вот у него есть 15 минут времени регламентирован но он запустил подошел что вот он 15 минут отрабатывает закончил обслуживание принтера заменил картридж нажал все время закончилось ну и с моей точки зрения более удобный инструмент которым мы пользуемся и внутри компании я в целом советую нашим клиентам всем его использовать неважно в нашей системе или не в нашей это вести табель учета рабочего времени у себя мы используем каждый день сотрудник заполняет потраченное время на что чем он занимался и линейный руководитель подтверждает в системе что да так и есть с помощью этого инструмента мы в том числе и отчитываемся перед нашими заказчиками когда мы занимаемся разработкой софта либо занимаемся сопровождением обслуживания систем 1С про что я расскажу дальше еще очень интересный интересный инструмент который не требователен к ресурсам но приносит большую пользу это телеметрия мы с помощью установки агента на рабочие станции сотрудников можем отслеживать чем в рабочее время он занимался то есть собирать статистику это один из инструментов DLP систем но такой безобидный и полезный не только каких сайтов но и в каких приложениях работал чем занимался на что потратил свое время вот на слайде как раз видно такое вот разбиение и если человек понимает что его работа мониторится подобным образом у него меньше соблазнов заглянуть посидеть на каком-нибудь ресурсе почитать анекдоты или посмотреть какие-то ролики в принципе это даже вот в таком в режиме самом самом мотивации самоконтроля внутреннего срабатывает вы наверное знаете что есть много инструментов по так как многие компании используют вот такие системы контроля DLP системы и так далее есть специальный софт который искусственно двигает мышкой производит переключение окон и так далее дальше я почему я сейчас про это рассказываю дальше я обращу на это внимание на дополнительном инструменте и здесь вот уже дан инструмент по поведенческой оценке поведенческой оценки сотрудника это уже такое наше ноу-хау мы позволяем система позволяет производить расчет себестоимости выполнения задач и так же проводить оценку поведенческую оценку модели сотрудника что сотрудник занимался чем занимался какие задачи решал что его больше вдохновляло на что он больше тратил времени можно подключить модуль BI вывести отчет и понять что больше всего вдохновляет сотрудника что его мотивирует что его интересует и исходя из этого уже подстроить понятие на какую позицию его можно перевести и как более эффективно использовать при оценке себестоимости очень важно иметь нормативную квалификационную нормативную базу по квалификации сотрудника по его по его квалификации и исходя понимая нормативы выполнения имея норматив выполнения на какую-либо задачу можно четко прогнозировать сроки выполнения новых задач и какими ресурсами это можно делать у нас есть уже накопленная база определенная по нормативам мы готовы конечно помочь нашим клиентам по созданию вот именно нормативной базы оказать консалтинг и помочь во внедрении инструмент крайне полезный всегда можно оценить кто эффективно работает кто менее эффективно работает если оба специалисты имеют одинаковую условно документом квалификацию одинаковую занимают должность допустим ведущий консультант но один выполняет задачи быстрее все понятно что кто-то более эффективен кто-то менее эффективен ну и как раз я хотел бы вернуться к истории когда я рассказывал про софт который управляет движением мышки переключает окна у нас есть инструмент рабочая камера рабочей станции вот как я сейчас выступаю она идентифицирует человека что именно ваш сотрудник находится перед рабочим местом что именно он получил доступ к вашим корпоративным системам и обмануть эту систему крайне сложно то есть не получится поставить систему движения мышкой уйти и заниматься своими вопросами тут тут система четко понимает что я Константин сижу перед рабочим местом и работаю я не симулирую этот инструмент очень полезен и в части информационной безопасности и части контроля работы сотрудников и кратко хотел бы в завершении я с перережением графика иду но думаю что у вас если возникнут вопросы мы на них ответим буквально кратко расскажу о нашей компании чем мы занимаемся изначально мы были облачным провайдером и предоставляли инфраструктуру также собственно в чем мы чем-то похожи на компанию Cloud MTS но мы решили построить нашу систему таким образом чтобы предоставлять услуги предоставлять полный перечень услуг для наших клиентов чтобы вы могли заниматься своей работой то есть не отвлекаться на ведение на аутсорсинг готовы предоставить аутсорсинг бухгалтерских услуг взять на себя функции снабжения ведения документа оборота кадровые услуги также мы являемся одним из крупнейших партнеров франчайзи 1С один из самых титулованных входим в десятку корпоративных партнеров на уровне корп готовы разработать методологию бизнес-процессов отрисовать все бизнес-процессы на основании этого произвести внедрение 1С и дальнейшее сопровождение ну и соответственно самая краеугольная сейчас самая популярная услуга это информационная безопасность начиная с модели угроз заканчивая организацией установкой необходимого оборудования для обеспечения информационной безопасности ну наверное наверное я быстро динамично рассказал если у вас есть вопросы готовы готовы ответить на них да спасибо спасибо большое Константин интересна ваша концепция обслуживания клиентов потому что ну вот на протяжении наверное нескольких конференций я вижу позицию заказчиков такого рода что сейчас недостаточно выбирать только продукт потому что многие продукты сыроваты так или нуждаются в увязке друг с другом и поэтому зачастую выбор продукта сводится к выбору профессиональной команды профкоманды которая будет выбирать поддерживать ну вот вы я так понимаю в этой концепции плюс еще немножко дальше так сказать собственно с операционной поддержкой в дальнейшем да да наверное кстати это современное предложение которых мы и слышим и будем слышать все больше клиенты как откликаются на это на самом деле мы только начинаем у нас данная версия продукта только вышла с указанным функционалом к сожалению не очень быстро получилось разработать было продолжительное тестирование но используют абсолютно по-разному абсолютно по-разному вот компания где функциональным заказчиком являлся главный бухгалтер крупная госкорпорация он его конечно больше интересует инструмент контроля контроля за сотрудниками какие задачи они выполняют и он активно пользуется инструментом переназначения передвижения вот передвижение а кто-то кого-то интересует наоборот функционал как раз распознавания что именно ваши сотрудники сидят если компания более скажем так больше заморочены на информационную безопасность то их конечно подкупает вот этот инструмент поведенческого контроля вы имеете поведенческого контроля анализ и что именно их сотрудник сидит перед рабочим местом у всех разный поэтому система как конструктор можно какие-то блоки выключать отключать настраивать абсолютно гибко поэтому пытаемся реализовать все запросы запросы рынка наших клиентов да хорошо очень интересно ну вот есть общий вопрос Дмитрия Власова который я переформулирую то есть известна правовая проблема там с ответственностью компании в случае если получается доступ к личной переписке к личным данным сотрудника это возникает когда используются личные устройства для работы можно ли так обобщая сказать что главным образом ваш продукт работает должен работать на корпоративных устройствах или есть все-таки практика использования частных компьютерах в чем там тогда отличие от многих других потому что это сложная задача обеспечения комплайенса для да я согласен во первых во первых мы как раз таки дистанцируемся не идем в сторону DLP и не занимаемся вот такой тотальной слежкой за сотрудниками мы идем от бизнес запросов и мы не наша система не читает переписку то есть мы понимаем что человек да зашел пользовался ресурсом почтовым допустим заходил на mail.ru например и так далее мы не понимаем что он там делал то есть мы понимаем такого инструмента тотального слежения нет наша принципиальная позиция но опять же если даже как решается вот такой вопрос даже если происходит слежение при приеме сотрудников на работу вносится в договора в трудовые соглашения пункты где сотрудник дает согласие что в рабочее время согласен что компания будет осуществлять контроль за его деятельностью юридически это отработано отработан вариант если кому-то интересно будет но потом предоставят да спасибо скриншоты работы сотрудника система делает или нет спрашивает Константин Самат делает да можно делать скриншоты можно включить можно отключить понятно так вот Олег Клопаков говорит что контроль за сотрудником не нужен нужен скорее помощник а не надзиратель то есть сам сотрудник мог контролировать свое время то есть система планов регламентов работ ну и чтобы руководитель видел каким образом они исполняются так вот в этой же парадигме вы работаете или нет абсолютно верно абсолютно верно как раз таки мы даем инструменты самоконтроля и контроля для руководителя опять же все зависит от политики компании как заказчик просит так мы систему и настраиваем можно просто давать сотрудникам инструмент коллективной работы и не особо лезть в контроль их работы непосредственно исполняем да спасибо вот Олег Колпаков уточняет что у него все-таки есть рабочие места где необходимо слежение например билетный сервер какая в этом случае нужна конфигурация то есть еще раз у него получается большая часть рабочих мест слежения не требует только помощник так нужен но есть некоторые рабочие места где слежение необходимо можно вот сотрудники за которыми необходимо дополнительное слежение для них поставить опять же как конструктор включить включить дополнительные функции отдельно готовы с Олегом обсудить вопрос что какую информацию непосредственно хочет собирать в принципе можно реализовать абсолютно все потому что если честно такие запросы уже есть и частично функционал DLP как бы я не хотел не был противником слежения за сотрудниками но у нас реализован его можно включить по запросу исключительно по запросу заказчика и собирать вообще фактически всю информацию чем занимается сотрудник ну это вполне естественно да что если агенты какие-то агентские приложения работают то понятно вы будете получать такие запросы и будете на них реагировать конечно извините что перебил на самом деле так как мы ставим тут очень удобная легенда что мы ставим систему агента который занимается организацией работы мониторингом и так далее но дополнительно вместе с этим можно под этим вот благим предлогом можно настроить функции DLP вот относительно поведенческого контроля который многие эксперты отделяют от DLP вопрос Дмитрия есть ли интеграция с видеонаблюдением ну или предполагается ли она может быть есть в дорожной карте потому что фактически вы некоторые функции прокторинга описали представили на одном из завершающих слайдов показывая собственно работу камеры а если эта камера не подключена к компьютеру а подключена к системе видеонаблюдения без разницы можем синхронизироваться у нас есть опыт синхронизации с системой MISCUD не конкретно в этом продукте поэтому уже такие работы мы выполняли так хорошо давайте вернемся именно к особенностям вашего продукта вот вы интересно вписали это в задачи да в процесс распределения задач контроля самоконтроля сотрудника так и отсюда вопрос Дмитрий а можно ли в вашем продукте собственно конкретизировать параметры расчета KPI ну это достаточно сложный вопрос мы дорожной карте у нас есть в планах развития именно системы KPI но пока пока это не реализовано пока это не реализовано если конкретно у Дмитрия есть есть такой запрос можем совместно обсудить и как раз таки он может стать первым клиентом для которого мы это выполним да и наверное один завершающих вопросов вот какой очень интересная концепция потому что многие идут от DLP от контроля и там конечно много говорится о помощниках но по большому счету все-таки главное ДНК этих систем это контроль вы идете с другой стороны фактически с вопроса организации работы распределения задач повышения дисциплины слаженности и так далее и это ближе к рабочим процессам и как вы описываете функции контроля они являются дополнительными да они отсюда вытекают но все-таки это не не то что в ДНК продукта заложено так и поэтому понятно что продукт развивается но вот эта парадигма на мой взгляд ближе к запросам многих заказчиков и учитывая что у вас вот первый релиз как я понимаю вы открыты так сказать к идеям вы готовы какой-то не знаю приоткрывать например пайплайн или находить такого клиента у которого будет хороший список хотелок укладывающийся вашу стратегию то есть я говорю это для того чтобы наши сегодняшние участники поняли что можно не только например приобрести продукт но можно выйти на вас Константин для того чтобы повлиять на дорожную карту его развитие безусловно безусловно более того мы приветствуем такие запросы нам крайне интересно мнение рынка мнение клиентов сторонних компаний нашей разработки поэтому слышим всех и с готовностью реализовываем если мы понимаем что здравое здравое зерно в предложении запросе есть прямо ставим первоочередную задачу по реализации функционала либо какой-то доработки если у кого-то возникнет возникнут вот такие вопросы предложения мы с удовольствием отработаем и готовы бесплатно установить нашу систему протестить протестировать так ли так ли мы поняли запрос в этом плане мы достаточно гибки пока больше того скажу такую наверное крамольную мысль у нас сейчас пока нет даже такого запроса что прямо в моменте зарабатывать мы находимся в той стадии когда мы готовы работать бесплатно или условно бесплатно и ставить на продолжительные периоды времени в тест нашу систему последний все-таки еще один вопрос вам задам вот ваши компетенции в частности в 1С да каким-то образом здесь тоже сказываются работают например а может ли вот эта система электронный помощник получить информацию о выполнении какой-то задачи из другой системы ну например из 1С да безусловно кстати с 1С у нас есть полная интеграция и можно как раз отработанное время транслировать в 1С зуб и на основании этого производить начисление заработной платы если такая система выплаты используется на предприятии интеграция с 1С а в обратную сторону не знаю сотрудник должен скажем представить отчет ну к примеру о командировке отчет поступил да зарегистрирован все учтен раз и соответственно мост работает в обе стороны отлично ну вот мне кажется это такая очень интересная зона развития потому что сейчас опять же такое время что важна не монофункциональность какая-то а что еще прикручено к этому как взаимодействовать может мне кажется вы в хорошей позиции для развития вот подобных идей спасибо приятно слушать спасибо большое Константин ваши контакты полезные ссылки пожалуйста повторите в чате и буду рад вас видеть на дискуссии спасибо 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 благодарю уважаемые участники ну что же интересное направление развития мы наблюдаем так и следующим я приглашаю в эфир Антона Толстых руководителя отдела продаж RUDESK TOP импортозамещения по управлению конфигурациями конечных устройств и удаленному доступу ну наверное скажу ключевые слова TeamViewer AnyDesk Enpoint Configuration Manager так сказать большой знак вопроса что дальше я так понимаю что у Антона Толстых его команды есть здесь свои ответы предложения определенные достижения Антон добро пожаловать так не слышу вас хорошо проверьте пожалуйста добрый день коллеги слышно да теперь слышно да 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 замечательно можно начинать презентацию на экране прошу вас отлично да вы указали основных наших западных конкурентов ну приступим объясню наш функционал вкратце как это помогает в удаленной работе и как это помогает в организации удаленной работы то есть собственно говоря что мы имеем в прошлом году ряд вендоров попали под санкции ушли из России и соответственно появилась потребность закрыть это направление что наша команда и начала выполнять продукт у нас относительно молодой разработка началась весной прошлого года то есть менее года но мы уже достигли достаточно высоких результатов и последовательно обсудим то есть какие были задачи ну и и что требуется вообще рынку то есть как мы знаем по удаленному доступу программы они в основном использовали свои облачные решения сервера находились в Европе соответственно у нас полностью отечественное ПО сервера находятся в России есть по архитектуре чуть позже расскажу не только облачная версия но и локальная и также сейчас в плане безопасности импортозамещения у многих клиентов появилась потребность чтобы серверная часть находилась непосредственно в контуре предприятия он может быть полностью изолированным от интернета но тем не менее нужно оказывать и тех поддержку пользователям иногда давать возможность из дома сотрудникам подключаться все мы это тоже разберем поэтому последовательно двигаемся то есть программа сама по себе по интерфейсу очень похожа на такого рода программы то есть соединение идет по ID мы используем 443 порт TLS шифрования то есть в принципе все просто и понятно интерфейс тоже многим знаком кто ранее пользовался западными решениями про безопасность тоже чуть более расширено дальше подробно расскажем по архитектуре то есть у нас есть возможность использовать наше облачное решение есть возможность установить свой собственный сервер и как указано на слайде серверную часть можем устанавливать на Astralinux на Debian на Ubuntu сейчас в процессе разработки возможность установки серверной части на RedOS и соответственно само приложение клиент оно у нас работает на на следующих операционных системах то есть здесь есть как Windows так и стандартные Linux системы отечественные Astralinux RedOuest Altlinux можем работать на Mac OS непосредственно на стационарных и на Android то есть iPad и iPhone мы не поддерживаем есть поддержка Android как недавно выяснилось от заказчиков то есть в плане где можно использовать Android мы думали что это только подключаться осуществлять какую-то поддержку пользователю либо наоборот инженер техподдержки либо системный администратор он может подключиться со своего смартфона когда находится в пути ну недавно заказчики новый кейс нам прислали под Android это иногда требуется подключение к онлайн кассам к слостским терминалам и наше приложение работает и позволяет это также организовать что достаточно интересно в плане прикладного применения программы здесь и удаленная работа и опять же таки помощь сотрудникам кто находится не в шаговой доступности Roodostop является полностью российской разработкой получили мы свидетельство госрегистрации программы для ВМ в сентябре прошлого года в декабре нас внесли в единый реестр российского ПО также уже подаем документы на сертификацию в СТЭК соответственно есть возможность использовать и как госорганам так и крупным заказчикам которые попадают под критическую информационную инфраструктуру по архитектуре пробежались решаемые задачи здесь в принципе все стандартно начнем с четвертого пункта удаленная работа потому что это тема нашей сегодняшней дискуссии но помимо этого это еще удаленный доступ системное администрирование техническая поддержка и есть у нас очень интересный модуль управления конфигурациями конечных устройств он не относится к удаленному доступу он абсолютно отдельный на нем я более детально тоже расскажу потому что нашим слушателям у них может возникнуть вопрос очень странно мы говорим и про удаленный доступ и здесь возникает TSM направление модуль управления конфигурациями то есть как такое возможно как раз в ближайшее время разберем пройдем по версиям какие они есть чтобы у вас было полное понимание какая версия за что отвечает какие возможности клиент может использовать облачная версия у нас используется на данный момент три сервера один находится в Москве один в Санкт-Петербурге другой в Новосибирске то есть есть биораспределение и когда клиент приобретает облачную версию соответственно он использует наши ресурсы то есть система клиент-серверная соединение идет через сервер в облачной версии защищенное соединение то есть как я уже ранее говорил 443 порт TLS шифрование идет есть возможность передачи файлов файловый менеджер есть адресная книга есть возможность установки временного постоянного пароля для неконтролируемого доступа есть возможность удаленной перезагрузки устройств есть поддержка нескольких мониторов причем это не обязательно может быть два их может быть и больше то есть мы переключаемся непосредственно в приложении но нужны нам мониторы есть возможность осуществлять совместную работу к кому-то подключаться есть тестовый чат есть история подключений и в облачной версии привязка идет непосредственно к операторам и одновременным подключением что означает оператор это по сути дела учетная запись в нашем приложении то есть у специалиста компании есть своя учетная запись в нашем приложении он может залогиниться на рабочем компьютере на домашнем своем приложении и собственно говоря подключаться он даже может находиться где-то в гостях если срочно нужна помощь или нужно подключиться на работу что-то посмотреть он может буквально за минуту с сайта скачать наше приложение там уже будет прописан адрес облачного сервера и залогиниться адресная книга у него подгрузится и подключиться куда ему нужно это вот наиболее самый простой и понятный вариант для многих коллег кто удаленно работает кто консалтингом занимается кому надо к заказчикам подключаться здесь в принципе все просто и понятно по аналогии опять же таки с сенедеском и тимьюером локальная версия это уже с точки трения безопасности не все организации могут все использовать облачные сервисы поэтому есть возможность установки собственного сервера то есть в принципе там все то же самое только добавляется часть возможностей здесь есть интеграция с ADL-DAP есть возможность выгрузить все это в нашу систему на серверную часть доступ он к серверной части идет через единый веб-интерфейс есть возможность через Syslog выгружать данные в CM-системы это к вопросам информационной безопасности как раз очень часто спрашивают с точки зрения безопасности опять же при использовании собственного сервера есть возможность управлять правами и ролями то есть инженер технической поддержки он может обладать всеми правами может инициировать сессию подключения а у пользователей может быть ситуация что у него будет только либо принять подключение либо отклонить то есть у него в самом приложении не будет ни номера ID ни адресной книги и так далее и все это можно детально с привязкой группы моден назначать централизованно распределять эти права роли то есть также здесь при использовании своего сервера иногда бывает требуется организовать возможность сотрудникам подключаться из дома к работе что здесь мы предлагаем то есть есть возможность использовать как внешний белый IP адрес то есть внутри по сети внутри сети будет по внутреннему IP подключение идти есть возможность вначале использовать порты 21.115 21.116 ну и соответственно если требуется опубликовать сервер в интернете и кому-то дать возможность подключиться из дома и удаленно работать то здесь нужно будет подключить внешний белый IP адрес есть возможность использовать свои сертификаты безопасности это вот в плане информационной безопасности удаленной работы что оказывает наша программа и также ряд организаций просили сделать в ближайшем релизе это будет это затемнение экрана при удаленном подключении совне к рабочей станции чтобы другие сотрудники не видели что проходит что непосредственно сейчас происходит на мониторе пользователя при удаленном подключении то есть здесь мы достаточно предоставляем широкие возможности заказчикам лицензирование здесь у нас тоже ведется по операторам и подключениям и далее есть возможность отдельно еще приобрести лицензию серверной части есть геораспределение это для многих банков сейчас очень актуально у которых по всей России филиалы то есть они могут в федеральных округах установить дополнительные сервера снизить нагрузку на сеть и собственно говоря времени у нас не так уж много постараюсь буквально оперативно быстро рассказать как получилось так что наша система еще и позволяет управлять конфигурациями конечных устройств это как раз функционал ближе к Microsoft к его Endpoint Configuration менеджеру получилась и следующая ситуация то есть используется у нас технология Ansible но проблема Ansible для крупных клиентов заключалась в следующем что нужно было добраться непосредственно до самой рабочей станции и пробить SSH туннель иногда это не очень простая задача стоит и далее уже какие-то действия произвести что сделали мы наше предложение RUDESTOP по удаленному доступу оно по сути дела является агентом Ansible то есть мы достигаем стабильного соединения между сервером и и самой рабочей станции и здесь мы уже можем используя плейбуки Ansible там стандартный набор наших политик создавать задачи и вот тот функционал который он у вас указан на непосредственно сейчас на слайде исполнять то есть задача очень актуальная для многих для крупных заказчиков здесь наш плюс в том числе кроссплатформенности потому что по импортозамещению многие уже в этом году начинают переходить на отечественные операционные системы и надо всем этим делом централизованно управлять из единого веб-интерфейса то есть мы как раз таки это делать можем то есть здесь какие основные свойства я быстренько перечислю чтобы не выйти за наш тайминг то есть это есть возможность установки переустановки ОС в сети есть возможность установки обновления ПО удаления ПО есть возможность выполнения удаленных команд исполнения скриптов загрузка файлов про плейбуки Ansible уже говорил можно их самостоятельно писать у многих есть компетенции в этом есть специалисты в штате которые могут под себя написать ну и также есть инвентаризация оборудования ПО отчетность мониторинг с точки зрения безопасности есть возможность съема логов ПО на удаленном устройстве и тем самым если нам требуется организовать удаленное рабочее место сотруднику не будем уходить от темы нашего сегодняшнего вебинара что может сделать специалист системный администратор с помощью модуля управления конфигурациями он может установить операционную систему из-за сообраза он может внести ее ввести в домен он может составить задачи накатить нужный набор приложений выгрузить нужные иконки файлики и тем самым когда все эти задачи исполнятся добиться нужной конфигурации и уже дать возможность сотруднику непосредственно работать вот так это у нас происходит постарался объяснить кто что мы почему здесь буквально слайд большую часть мы уже про это говорили еще раз повторимся несмотря на то что у нас команда молодая но специалисты с большой компетенцией разработчики больше 15 лет в IT есть опыт выведения других продуктов на рынок на коммерческую основу то есть мы юридический стартап но фактически с точки зрения компетенции нет на данный момент уже скачано больше 200 тысяч нашего приложения это непосредственно облачная версия мы уже провели 50 пилотов для крупных клиентов кто как раз таки попадает под импортозамещение ИКИ ну и уже с ноября успели открыть продажи и они активно идут ну собственно говоря мои контакты штаб-квартира у нас находится в Академгородке города Новосибирска кто-то может быть знаком это наш научный центр в России и тоже очень много специалистов здесь у нас в Академгородке работают коллеги Антон спасибо большое спасибо большое скажите да вот есть уже вопросы к вам уважаемые участники я вижу что множество из вас к нам присоединилось после моего призыва активнее использовать чат для управления мной выступающим повторяю этот призыв ваши вопросы комментарии так чтобы мы могли придерживаться именно интересующей вас повестки ну вот были вопросы они уже получили ответ относительно двухфакторной аутентификации использования собственных сертификатов этот ответ да Антон надеюсь что-то добавить и если есть то добавляйте в принципе вопрос простой и ответ однозначный по тому на каких оболочках развертывается также ответ есть это Astro Ubuntu Debian да абсолютно верно и добавится RedOS в дальнейшем планируем Alt-Linux добавить ну то есть основные отечественные системы мы с ними как раз прорабатываем эти вопросы совместимости будем конечно отслеживать вот Илья Тарасов явно задает вопрос в позиции корпоративного пользователя такого Enterprise можно ли ограничить пользователя по возможности самостоятельно устанавливать настраивать приложение да конечно здесь пару слов скажу Михаил это руководитель отдела технической поддержки нашей спасибо ему большое что он отвечает в чате на вопросы все-таки больше технические вопросы поэтому это компетенция Михаила он на них как раз отвечает да замечательно хорошо так тогда давайте вам вот такой общий вопрос есть у нас участник Олег Тупаков который я переформулирую вопрос у вас какая модель фремиум ну вот если сравнивать особенно там с тимвьюером анидеском другими да то есть основная масса бесплатная но корпоративный пользователь может получить необходимую ему там сборку настройку там и так далее или как давайте поясню очень своевременный правильный вопрос есть у нас бесплатная версия она ограничена возможности работы в нашем приложении в течение двух часов в сутки то есть соответственно два часа прошло следующий сеанс подключения можно будет сделать через 22 часа для большинства для домашнего использования этого времени достаточно то есть кому уже требуется ну для работы действительно то это уже коммерческая версия то есть есть она в трех вариациях облачная по стоимости стоимость по запросу соответственно присылайте информацию на сайте можно запросить обязательно коллеги с отдела продаж свяжутся проконсультируют ну то есть вы сторонники все-таки некоторого ограничения свободного использования временем по крайней мере ну российская специфика такая что если что-то есть бесплатное то ожидать что оно бесплатное навсегда но зато мы поэтому многие как и вы предпочитают хотя бы небольшую плату но взимать все-таки за полноценную абсолютно верно то есть но зато мы не ограничиваем функционали то есть весь функционал все что есть в коммерческой версии в облачной он доступен все два часа каждый день пожалуйста в бесплатной версии в отличие опять же таки там от Энидеска и Тимвьювера да да так да 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 ну и вот здесь как раз Илья Тарасов говорит что основная проблема если существует бесплатная версия то сотрудники любят мимо айти подключаться внутрь корпоративной сети и даже два часа это недопустимо ну смотрите с точки зрения безопасности это все-таки у нас локальная версия локальная версия использует свой собственный сервер в приложении прописывается адрес именно локального сервера а не нашего облачного то есть если сотрудник скачает у нас на сайте и попытается подключиться внутреннюю сеть сервера-то разные он этого не сможет сделать пока ему не вышли там системный администратор либо инженер техподдержки там скрипты либо файлик уже с установкой приложения с зашитыми данными адресом собственного сервера спасибо вот как раз Илья Тарасов описывает такой вопрос можно ли контролировать подключение пользователя не по умолчанию а со стороны устройства к которому подключаются так Михаил ответишь а да есть возможность я уже ответил Михаил кнопки принять отклонить входящее соединение так ну это вручную так есть да это многие кстати задают вопрос то есть даже когда устанавливается на всю организацию приложения с правами гость у сотрудника есть возможность только принять и отклонить подключение но многим именно важен факт чтобы сотрудник принял чтобы это было контролируемое подключение чтобы пользователь видел что к нему подключается но сам инициировать сессию удаленного доступа он не сможет потому что у него будут ограничены права понятно Антон давайте вместе с вами суммируем отличия все таки мы работаем в ситуации когда наши рабочие привычки меняются у многих есть уже сформировавшиеся привычки использовать и вьюеры не деск и так далее в чем основные отличия что есть у вас что нет допустим в конкурирующих продуктах или что вы разрабатывая продукт ну скажем так с учетом уже опыта да и относительно недавно постарались учесть так чтобы отличаться от аналогов ну здесь удаленный доступ он сам по себе не такой сложный по функционалу это не DLP система и так далее то есть приложения они простые понятные изобретать велосипед здесь наверное нет смысла то есть клиенты которые просят что-то доработать под их задачи мы стараемся дорабатывать ну аргументированно то есть понятно есть эталонные вещи то есть мы нам надо вначале весь функционал западных аналогов реализовать чтобы он был далее двигаться но здесь мы предоставляем очень широкие возможности именно использования локальной версии и там уже конечно отличия просто колоссальные а вот то что управление конфигурациями о котором вы отдельно говорили да ну это уже не удаленный доступ просто ни у TeamViewer ни у ни деска этого не было то есть это уже как раз таки решение Microsoft было под операционной системой Windows то есть здесь кроссплатформенность наше все импортозамещение потому что AnyDesk не умеет подключаться на Astralinux ну к рабочим станциям на Astralinux и на RedOS и так далее а у заказчиков эта проблема сейчас стоит достаточно остро ну и модуль UEM это туда же кроссплатформенность то есть есть решение российские непосредственно от вендоров но вот чтобы поддерживало на данный момент те операционные системы которые перечислены у нас пока такого я еще не встречал ну вот Илья Тарасов еще обозначает важные отличия спасибо Илье за поддержку нашего разговора что вот TeamViewer с его точки зрения такой ориентир для многих с точки зрения управления безопасностью и администрированием у остальных производителей нет и близко таких возможностей вы уделяете внимание вот тому как управлять безопасностью и как администрировать то есть есть ли здесь какие-то отличия достижения конечно есть то есть в принципе ну уже говорилось про шифрование про использование стандартных протоколов портов понятных это кстати и наш Минцифры поддерживает и ФСТЭК поддерживает что мы не изобретаем что-то свое используем свои стандартные средства опять же таки есть интеграции локальной версии с ЕМ системами есть двухфакторная аутентификация то есть мы подходим к вопросу безопасности очень основательно то есть есть возможность использовать свои сертификаты безопасности при предоставлении удаленной работы то есть конечно мы об этом заботимся если Илья ну расшифрует как-то более детально свой вопрос что он имеет ввиду Михаил обязательно ему ответит даже подскажу идею вдруг она вам пригодится вот можно скажем с Ильей Тарасовым кем-то другим составить такой список так два ну чек-лист для того чтобы показать ну вот если есть скажем стандарт на который на который многие ориентируются тот же TeamViewer для того чтобы показать где вы соответствуете а где вы превосходите то есть это удобнее конечно сделать даже не самим а с помощью заказчика у которого может быть немножко иной иные приоритеты в требованиях вот если вы вдруг с таким выйдете в эфир я думаю все будут еще немножко счастливее ну мы бы только за просто светит того что мы недавно относительно на рынке у нас нету возможности получить там допустим локальную версию TeamViewer и его протестировать потому что это физически на данный момент невозможно то есть если у кого-то есть бессрочная лицензия со своим сервером и они готовы будут нам показать и продемонстрировать чтобы мы учли вот этот позитивный опыт мы бы были только признательны да замечательно ну а Илья Тарасов рекомендует развивать облачный функционал потому что для небольших компаний говорит он свой сервер на земле это головная бута развиваем есть личный кабинет то есть и как раз есть возможность там задавать операторов отправлять приглашение на почту отзывать и так далее то есть здесь мы тоже как бы идем в этом направлении да замечательно ну что ж Антон я вас благодарю спасибо и спасибо Михаилу так он на мой взгляд крайне активно и очень уместно подключился это Максим Папура заместитель генерального директора Рудостоп так сейчас я хотел бы пойти дальше и предоставить слово следующему выступающему спасибо коллеги а вас и Михаила буду рад видеть на нашей дискуссии сегодня и конечно не забудьте повторить полезные контакты и ссылки в чате для того чтобы ими можно было воспользоваться немедленно не дожидаясь публикации презентации благодарю Андрей спасибо Антон уважаемые участники ну что ж уже анонсировалось сегодня представителями Cloud МТС выступление Юрия Бражникова генерального директора СВЗ Cloud так и посвящено реализации цифрового рабочего места Carbonio обеспечения безопасности и функциональности Юрий приветствую вас Добрый день приветствую вас и всех собравшихся не в первый раз но приятно когда через год все те же люди с теми же величами и новыми функциями поэтому как бы мы тоже подчеркиваем свою стабильность несмотря на год больших перемен мы по-прежнему с нашими замечательными пользователями сегодня и те кто станут нашими пользователями завтра поэтому сегодня как раз по теме цифрового офиса у нас есть много новостей о чем и хотелось рассказать вашим замечательным ваш замечательной аудитории отлично Юрий пожалуйста начинайте прошу да ну в общем в принципе все разогреты тем более спасибо коллегам из МТС рассказали уже в общем чертах о решении на самом деле действительно проблема номер один сейчас это выбор того на что переходить с Microsoft крупные компании привыкли к высокому уровню поддержки Microsoft к высокому уровню продукта большому набору функциональных требований и понятное дело что тем компаниям которые сейчас выходят на рынки сложно соревноваться с Microsoft наверное единственное решение которое сейчас соответственно есть на рынке которое не только соответствует уровню Microsoft по качеству соответственно продукта и функциональности и даже в чем-то происходит это как раз Zextras это компания которая более 20 лет занимается почтовыми серверами и объединенными коммуникациями и все эти годы развивалась на платформе используя open source и используя абсолютно обратный принцип того к которому в общем нас последние 10 лет к сожалению приучали и приучили то есть 10 лет вам рассказывали что Cloud First мы говорили все эти 10 лет о том что в первую очередь вы должны заботиться о цифровом суверенитете и основной посыл с чем Zextras приходит сейчас к вам это с тем что вы должны контролировать свои коммуникации и в первую очередь иметь особенно для крупных компаний сервера почтовые сервера объединенных коммуникаций у себя на соответственно в контуре своей защиты и с лицензиями которые позволяют вас не думать о будущем и уменьшить риски в этом плане чтобы никакие изменения в политике вендоров общей политики или что-то еще не помешало вашей работе и если вы используете облака то естественно облака использовать нужно российские такие как МТС поэтому в общем принципе расскажу вам чуть больше о самом решении поскольку коллега из МТС не было достаточно времени чтобы погрузиться внутрь итак значит Zexros Carbonio это разработанный нами почтовый сервер для совместной работы он является с одной стороны альтернативой облачных серверов с другой стороны он как раз создан для того чтобы у себя на рабочем месте и в облаке работать в единой среде использовать одни и те же коммуникации эта платформа создана фактически для предприятий любого размера это и небольшие предприятия и большие компании и государственный сектор для всех одних у всех у них одних есть главное требование 100% безопасность и кондициальность и наше решение соответствует как раз всем этим требованиям очень важно то что в одном решении вы можете получить сразу все функции которые вы вынуждены зачастую собирать сейчас из нескольких различных вендоров интегрировать их с экстрас карбоне вот такой проблемы у вас не будет у вас будет полный набор рабочих инструментов на рабочем для каждого цифрового рабочего места электронная почта совместная работа с документами видеоконференции мобильные приложения и полный набор инструментов для того чтобы управлять всем этим и обеспечивать безопасность это решение и для мобильных для провайдеров для операторов связи для того чтобы они могли на базе нашего решения предоставлять сервисы пользователям которые привыкли к высоким стандартам Microsoft и вы можете сейчас собственно говоря получить аналогичное Office 365 решение из блоков российских провайдеров что же мы предоставляем в рамках этого решения цифровое рабочее место Zextras Carbonio дает вам прежде всего полнофункциональный почтовый сервер масштабируем систему работы с файлами то есть офисный пакет с возможностью совместного редактирования виртуальный диск для каждого работника видеоконференция и мессенджер то есть все абсолютно то что вы имели в нескольких продуктах от Microsoft или сейчас от нескольких вендоров вы можете получить в рамках одного продукта от Zextras помимо этого есть очень важные вещи такие как соответственно администрирование с ролевой модели модель расширенное управление хранилищем резервное копирование высокая доступность high availability защищенная идентификация это все то что помогает сделать платформу не только удобной в работе но и удобной в обслуживании и безопасной основной сценарий использования продукта это работа с полнофункциональным веб-клиентом это современный подход к работе который позволяет работать как с рабочего места стационарного так и с мобильного с любых видов устройств не завися от операционной системы на которой вы работаете то есть зависимости от Windows больше нет вы можете работать с любого рабочего места и соответственно удобно получить все инструменты в рамках одного интерфейса 80% корпоративных коммуникаций как показывают исследования сейчас идут по мобильному по мобильным каналам с использованием мобильных устройств в этом есть конечно с одной стороны удобство с другой стороны для компаний особенно крупных это большая проблема потому что мессенджеры которые используют для передачи корпоративных данных они к сожалению не соответственно не находятся под контролем ни российской юридикции и зачастую информация хранится рубежом естественно вы не можете контролировать общение вашего персонала внедрение мессенджера корпоративного мессенджера карбонева позволяет вам решить эту проблему все пользователи работают в едином мессенджере и могут общаться один на один в групповых чатах использовать виртуальные переговорные тематические каналы то есть получить полный аналог Teams на своих собственных серверах и полностью контролируя как информацию так и общение всех тех кто соответственно участвует в работе вашей компании или организации помимо мессенджера вы можете сразу здесь же получить удобную возможность провести совещание по видео с видео высокого разрешения при этом вы можете соответственно записывать митинг у вас есть модераторы которые допускают или нет и следят за проведением совещания причем вы можете работать не только своими коллегами но и приглашать внешних пользователей по ссылке при этом ничего устанавливать не надо что тоже повышает безопасность и удобство работы с нашим приложением работа с файлами строится на базе хорошо известной пакета LibreOffice но это пакет адаптирован для работы онлайн и для совместного редактирования поэтому вы можете получить инструмент удобный для работы для командной работы в веб-интерфейсе и естественно скачать LibreOffice на свое рабочее место и иметь оффлайн пакет если вам что-то нужно сделать так сказать индивидуально на рабочем месте если такая необходимость есть при этом все соответственно файлы все документы удобно структурированы по прежде всего виртуальным дискам у каждого пользователя свой виртуальный диск он может делиться в этом диске всем и соответственно файлами и папками работать вместе с коллегами пересылать им не файлы по почте делиться ссылками что опять же упрощает коммуникации и отправлять соответственно ссылки если необходимы файлы внешним пользователям соответственно ссылкой с ограниченным периодом действия совместная работа строится вокруг трех основных приложений это работа с документами работа с таблицами работа с презентациями поддерживается нативно соответственно формата Microsoft Office то есть вы можете выбирать либо открытый формат либо Microsoft Office если у вас большое количество документов Microsoft Office совместимость стопроцентная естественно кроме так сказать макросов и вы можете соответственно легко обмениваться документами с вашими коллегами из других компаний которые используют Microsoft Office и соответственно используя все эти возможности продукта вы получаете современное цифровое рабочее место с которым вы можете работать как удаленно так и в рамках своего офиса корпоративного у вас всегда под рукой электронная почта корпоративный мессенджер чат и группа переговорный виртуальный диск совместно редактированный документ полномосебная видеоконференция без ограничения количества участников и все в одном приложении информационная безопасность решения является важнейшей для нас так сказать и для вас естественно сущностью поэтому в базе уже в почте есть у вас антивирус антиспам защищенное подключение по ССЛ ТЛС двухфакторная унификация единая унификация во все службы сам QR-код для мобильных приложений в общем все необходимые вещи для того чтобы сделать коммуникации не только удобными но и безопасными high-will-ибилити высокая доступность поможет вам соответственно создать кластер в том числе геораспределенный в котором соответственно сервис всегда будет доступен расширенное управление хранилищем позволит сейчас в отсутствие глобальных вендоров собрать вам собственное хранилище на базе обычного набора дисков причем вы сможете получить компрессию и дупликацию для экономии места соответственно использовать S3-хранилище как свои собственные программные аппаратные так и сторонние например Яндекс.Клауд при этом соответственно вы можете на лету изменять конфигурацию и использовать различные типы хранилищ для хранения различных типов данных в том числе в системе в реальном времени соответственно перемещать данные между хранилищами это все необходимо и это помогает вам решить те проблемы которые встали у вас сейчас также с бэкапами видимо так сказать у многих сейчас проблемы и вот опять же вся информация которая есть соответственно в системе а это не только почта но и документы и сообщения могут быть резервированы двумя видами бэкапов обычным бэкапом по расписанию если вам этого достаточно или есть второй вариант бэкапа в реальном времени когда вы можете соответственно всю информацию быстро соответственно сохранить и восстановить в случае аварии мультиарендная архитектура multi-tenancy позволяет создать для крупной компании удобную среду не только для пользователей но и для администрирования безопасную то есть есть глобальный администратор который создает тенанты это подразделение например и в них назначает делегированных администраторов делегированный администратор управляет своей группой пользователей видит только ее он полностью под контролем глобального администратора но исполняя рутинные обязанности он соответственно разгружает ваш основной отдел IT от множества текущей работы при этом полный контроль сохраняется это удобно и эта же модель используется в облаке провайдера для того чтобы обслуживать клиентов которые могут самостоятельно управлять своим сервисом в рамках выделенных им полномочий как я говорил до 80% соответственно общение сейчас в мобильных устройствах происходит поэтому компания Zextras идя навстречу потребностям рынка создала три удобных приложения для айсандроид в которых первое это почта календарь контакты второе соответственно файл это синхронизация файлов с мобильным устройством всегда под рукой все файлы с которыми делятся ваши клиенты которые у вас находятся в мобильном которые находятся у вас на основном рабочем месте и самое интересное устройство это как раз приложение это чат в котором у вас с одной стороны мессенджер с другой стороны тут же вы можете участвовать в видеосовещаниях создавать самостоятельные видеосовещания прямо с мобильного устройства соответственно таким образом все сотрудники получают максимальную степень гибкости и доступности в любом формате работы и вы можете всегда поддерживать с одной стороны высокую степень защиты участвовать во всех необходимых для вас мероприятиях на работе есть модуль ActiveSync который позволяет с одной стороны подключать мобильное устройство с другой стороны использовать Outlook у которого до сих пор у многих сохраняется в виде основного почтового приложения кроме этого есть базовые функции Mobile Device Management то есть управление устройствами мобильными возможности отключения функции соответственно удаленного стирания и так далее но в общем все базовые функции уже есть если поддерживать с мобильным устройством то их можно использовать для повышения защиты корпоративной информации продукт соответственно позволяет интегрировать эту платформу вашей системы в том числе CMU EBA DLP при помощи API и соответственно есть White Label для провайдеров разработчиков интеграторов или для вас если вы хотите сделать почту своим собственным фирменным стилем очень удобное лицензирование то есть вы можете лицензировать продукт индивидуально набирая не все то что вам навязывает продавец или вендор а выбирает только те функции которые нужны то есть минимальный набор лицензии это просто почта а все остальные функции мессенджер работа с файлами бэкап вы можете выбирать причем некоторые функции можно выбирать даже по количеству то есть вы можете при тысяче почтовых ящиков выбрать бэкап только на 300 на те которые являются для вас первоочередными лицензии есть на один год и постоянные техническая поддержка все это есть и вы можете все это протестировать и узнать поближе в том числе в виде сервиса от российских провайдеров многие российские провайдеры оказывают сервис на базе нашего решения это и кладывается МТС с которым вы сегодня познакомились ланклауд облакотека вы можете развернуть соответственно не только у себя но и в яндекс облако например сервера с нашими лицензиями и соответственно получить такое гибридное частное облако в общем принципе любые форматы к которым вы привыкли до этого они поддерживаются Zexers и с ними вы остаетесь с решением мирового уровня и с поддержкой мирового уровня от наших компаний подводя итог вы можете существенно сократить затраты на коммуникации и работу с документами упростить лицензирование приобретая один продукт и одну лицензию вместо многих развернуть удобное рабочее место на любых рабочих местах обеспечить 100% сохранность информации благодаря бэкапу и хайвилибилити сэкономить до 50% дискового пространства за счет компрессии и дубликации и снизить безопасность и соответственно снизить риски и повысить безопасность благодаря обработке хранению данных в России на собственных серверах для того чтобы протестировать нас нужно обратиться получить лицензию от нас для тестирования либо сервис от наших провайдеров партнеров обращайтесь к нам мы рассчитаем стоимость лицензии поможем с настройкой выполним миграцию и возьмем на техническую поддержку если у вас пока нет специалистов спасибо за внимание с удовольствием ответим на ваши вопросы Юрий спасибо вам большое уважаемые участники жду ваших вопросов вот первый помогающий мне сегодня активно Илья Тарасов задает групповая работа с общим командным хранилищем или разделение прав внутри команды планируется оно есть оно есть еще раз говорю наш продукт единственное рынке которое не только соответствует всем вашим привычкам но и превосходит во многом есть естественно ролевая модель вы можете делиться с вашими клиентами например только с возможностью чтения и соответственно работать с документом или например с возможностью делиться дальше и собственно говоря вся структура работы с платформой она как раз зиждется на ролевой модели управления та которая необходима для того чтобы управление было безопасно Так, отлично. Тогда еще вопрос, который для многих сложен. Вот он сегодня уже задавался представителю Клауд МТС. Упоминают VBA, да, то есть Visual Basic for Applications. Так, часто упоминают скриптинг, всякие языки, позволяющие как-то объединять различные продукты, входящие в пакет. Как с этим? То есть придется переносить, ну, естественно, наверное, придется переписывать. Что доступно на платформе? Поступи на платформе и собственный язык макросов, то есть он, естественно, не совпадает с Microsoft. Естественно, придется тем или иным образом либо переписывать, либо, соответственно, искать какие-то пути конвертации. Но, как бы, понимая, что Microsoft нет и больше не будет на долгие-долгие годы, надо взять на себя ответственность, посмотреть на вещи трезвые и не пытаться тянуть Microsoft бесконечно, потому что в один прекрасный день вы очнетесь в мире, в котором у вас не в мире, а на вашей компании его просто не будет. Вечером вы уйдете с полным набором продуктов и всем прочим, а утром придете, и там ничего нет. То есть это, как бы, реальность, которая, к сожалению, постигла уже многие российские компании, и я думаю, что в дальнейшем будет еще хуже. Поэтому надо быстрее выбирать решение и начинать создавать новую, так сказать, реальность. Вспомните, вы ведь пришли в Microsoft 10-20 лет назад, вспомните Windows, Вистон, на который вы сами смеялись. То есть, собственно говоря, на ваши деньги был разработан тот самый Microsoft, который вам сейчас нравится. Теперь вкладывайте в те решения, которые, как бы, делают наши российские разработчики или те разработчики из дружеских стран, которые, как бы, остались сложную минуту с Россией. Хватит инвестировать средства в Запад, инвестируйте в самих себя и в вашу Родину. Вот задача сегодня для всех. Да, спасибо, Юрий. Здесь вот Илья Тарафев настаивает на все-таки, что мы вернулись с теми командного хранилища, то есть не личное хранилище, он так воспринял ваш ответ, а именно командное хранилище с разными правами, групповое хранилище. Я думаю, что лучше обратиться к нам, есть контакты, потому что, как бы, это вопрос уже более, так сказать, серьезный, глубоко, нужно понять, какие потребности у коллеги, и мы поможем ему их решить. Это, естественно, общее хранилище, которое, соответственно, так сказать, программно разделено для каждого, чтобы каждый мог в нем иметь свою, так сказать, доступ к своей части информации. Да, хорошо. Юрий, когда мы обсуждаем с представителями корпоративных заказчиков специфику или, скажем так, какие требования у них есть, то видно, что есть некоторые привычки, просто привычки использования продуктов, например, Microsoft. Могли бы вы, ну, есть ли у вас какое-то свое видение на то, вот какие, какие привычки, так сказать, о каких привычках стоит забыть и на что, так сказать, обратить внимание, ну, скажем, в карбоне? Простому пользователю не о чем беспокоиться, то есть я перешел тоже, будучи, так сказать, адептом секты Microsoft, соответственно, используя F365, перешел после того, как вошел проект на карбоне, на Zextras в течение там двух-трех дней, то есть если вы видели Libra, то как бы даже сам интерфейс очень сильно похож на Microsoft, тем более там можно выбрать свой вариант форматирования, я имею в виду самого панели управления, которые, ну, фактически одинаковые с Microsoft, поэтому я думаю, что эта проблема надуманная. Тут больше надо, так сказать, думать о технологических вещах, которые не видны конечному пользователю, а именно о том, где и как разворачивать, как управлять, но эта часть, она как бы тоже, опять же, не является какой-то специфичной. С бэкапом, если вы научились работать с Vim, с нами вы тоже справитесь, поэтому как бы тут проблем не будет. По поводу названия, значит, 20 лет, 20 лет, ну, я сейчас начну про Zextra скажу, мы же появились, опять же, не в 2014 году, когда, так сказать, все произошло, появились значительно раньше, то есть Zimbra является вторым, Zimbra является вторым по распространенности после Exchange в корпоративном и, соответственно, рынке, на корпоративном рынке у провайдеров. Zextra, это, собственно говоря, Zimbra Extra, то есть, как бы, больше возможностей для вашей Zimbra. Карбонио – это легкий продукт, который, как бы, самый распространенный на планете Земля, и поэтому мы легкие, не зря нас назвали Light, не за то, что у нас меньше функций, у нас их больше, а за то, что мы дешевле и более удобны, чем любой другой продукт, который сейчас находится на рынке. Поэтому Карбонио – это то, что с вами всегда, и мы, надеюсь, тоже будем как можно в большем количестве пользоваться, чтобы им было удобно работать, и чтобы они тратили меньше денег на, так сказать, поддержку своей инфраструктуры. Скажите, пожалуйста, вот, ну, можно ли, допустим, в рабочем порядке ответить на вопрос Олега Колпакова, вот, относительно обоснования Карбонио перед акционерами, каким-то кейсом, да, ну, то есть есть ли у вас случай перехода крупных российских организаций? Да, ну, конечно, естественно, они стараются сохранить инкогнито при этом, поэтому я скажу, что это очень большие компании и много кейсов в работе сейчас, то есть как бы прошлый год российские пользователи были, так сказать, в зоне турбулентности и, так сказать, там, планирования, ожидания. Сейчас понятно, что ждать больше нечего, то есть Microsoft, надо говорить, а прямо покинул нас навсегда или очень надолго, поэтому ждать больше нечего, надо принимать решения, тестировать. А для того, чтобы акционеры приняли решение, ну, во-первых, вам никакой чужой пример не поможет. Вам нужно развернуть бесплатную пилотную зону у себя, посадить туда 20, 50, 100 человек, дать им поработать месяц и получить ценовое предложение от нас или от наших партнеров и, соответственно, показать и сравнить с теми функциями, с теми решениями, которые есть на рынке. И после этого, я думаю, любой акционер, который в первую очередь считает деньги и, соответственно, сам может, так сказать, посмотреть приложение у себя на мобильном телефоне, как удобно создать совещание мобильное прямо со своего, так сказать, там, андроида или, там, айфона и, соответственно, так сказать, поучаствовать в нем и подключить любое количество клиентов, коллег к этому совещанию. Вот, я думаю, лучший путь. Если нужно больше информации, мы с удовольствием и поделимся уже в приличном общении. Да, спасибо. Ну, вот вы описали, видимо, такую обыкновенную и вполне разумную тактику перехода. То есть, если стоит вопрос по использованию, там, или по ограничению времени на использование продуктов в Microsoft, то необходимо что-то развернуть. Так, здесь есть что-то еще добавить? То есть, вот, вот если брать саму миграцию, то какие там существенные действия? Ну, понятно, что многие российские заказчики, они даже не один продукт, кандидат, так сказать, покупают, да, приобретают иногда и два, да, гоняют это, смотрят. Затем, а затем вот возникает вопрос, можно ли, например, если это крупная организация, там, множество задач, войдете ли вы в какую-то совместную команду, так, или поддержите его, или как-то процесс перехода. То есть, за выбором продуктов часто еще кроется вопрос выбора профессиональной команды или компетенции со стороны поставщика, которые можно было бы привлекать. Мы делаем миграцию под ключ, то есть, простой ответ. То есть, мы с вами составляем план миграции, отшлимем его самостоятельно, если необходимо, привлекаем ваших, соответственно, инженеров для того, чтобы они знакомились с продуктом, но, в принципе, мы можем сделать миграцию любого размера, 10 тысяч, 20 тысяч, не имея значения, почтовых ящиков, с экченч на карбонио, под ключ вы получите готовую систему, с которой можете начинать работать с момента запуска. Так, отлично, замечательно, спасибо. Я вижу, что ваша коллега Екатерина очень активна в нашем чате, отвечает на вопросы, полезные ссылки предоставляет, спасибо, очень здорово. Юрий, я вас благодарю, и Екатерину тоже благодарю, молодец. То есть, все очень уместно, очень, так сказать, полезно. Так, наверное, имеет смысл какие-то контакты повторить, потому что они где-то наверху в нашем чате. Так, вот, ага, ну вот они появились уже, да. Юрий, спасибо вам большое. Спасибо вам за приглашение. И буду рад вас видеть на дискуссии. До встречи. До встречи. Уважаемые участники, ну что ж, разговор об удаленной работе и гибридной работе сегодня рассматривает уже такой базовый инструментарий пользователя, так, но, естественно, необходимо внимание и информационной безопасности, и это, именно рассмотрение этого вопроса посвящено выступлению Дениса Богданова, независимого эксперта по информационной безопасности, которого я сейчас приглашаю в эфир. Удаленная работа, то есть то, о чем мы говорили до сих пор, плюсы и минусы для информационной безопасности. Денис, добро пожаловать. Так, давайте проверим, как вас слышно. Пока не слышу. Пока, ага, так. А сейчас? Так, микрофон выключен. Вот у меня так. Нет, нет, даже когда он включен, звука нет. В левом нижнем углу у вас расположена кнопка микрофона, там источники. Так, можно проверить. Ну или, ага, вот что-то появилось. Нет, щелкнуло, но звука по-прежнему нет. Так. Алло, алло. Да, есть, есть. Очень странно, ничего не сделал, как всегда, все заработал. Да, магия. Магия, да, магия наушников, гарнитуры и прикладного обеспечения. Собственно, да, я могу начинать? Да, пожалуйста. Окей, коллеги, добрый день. Мой доклад и презентация, в принципе, будет посвящена не какому-то конкретному устройству. Я прекрасно понимаю, что на удаленной работе, я думаю, еще с момента наступления пандемии мы все сидим, ну, как видите, да, то есть я уже года три, наверное, работаю либо полностью удаленно, либо гибридным образом. И, собственно, просто хотелось бы напомнить, какие в целом у нас имеются проблемы по... Если вы информационный безопасник в компании, и если у вас компания частично или полностью переходит на удаленный режим сотрудников, что следует помнить, какие есть плюсы для eBay и минусы. Плюсы для eBay вообще смешно, конечно, в удаленной работе, но я объясню сейчас, почему я так думаю. Вот, и на что требуется обратить внимание и каким образом постараться избежать основных ошибок и возникновения новых рисков для информационной безопасности в вашей компании. Итак, ну, в первую очередь, ну, как предисловие, да, то есть за последние несколько лет очень много компаний перешло на удаленный режим работы. То есть, говорю, я уже более трех лет, наверное. Удаленно сейчас, причем не в одной компании, то есть переходя в новую компанию, так или иначе я сталкиваюсь с удаленкой. Соответственно, нужно принимать различные меры для того, чтобы не возросли риски для информационной безопасности и не появились новые уязвимости. Сейчас удаленно работают сотрудники буквально всех мастей офисных, и это значит, что в наиболее частом случае для работы используются ими личные компьютеры. Как минимум, в качестве инструмента для подключения к удаленному рабочему столу, к своему ПК в компании. А как максимум, у некоторых личные компьютеры полностью заменяют рабочие ПК. В связи с этим у информационной безопасности появляется ряд вопросов. Плюсы. Для кого плюсы? Явно не для информационной безопасности, потому что для работодателя и работника плюс удаленная работа очевидный и понятный, их нет смысла обсуждать, сейчас перечислять. А вот для информационной безопасности плюсов практически нет, на мой взгляд, так как к рискам и уязвимостям в стандартной работе в офисном пространстве добавляются риски, связанные с физической безопасностью конфиденциальных документов, которые могли располагаться на рабочих столах, а теперь делают сканы и пересылают, так как другой возможности их нет, ознакомиться с ними. Физических носителей и прочего, потому что стараются делать электронные копии для последующей пересылки. По факту теперь доступ к конфиденциальной информации вашей компании может получить не только случайный коллега, который проходит мимо, но и буквально любой посторонний человек от компании, например, домашний, кто-то из родственников. То есть хотелось бы, чтобы люди понимали, что находясь на удаленке, все равно рабочее время, рабочий компьютер является конфиденциальными средствами, которые необходимо использоваться только работнику, а не другим людям. По поводу минусов, да. То есть, как правило, компания старается держать контролируемый контур закрытым, и подключение во внутреннюю сеть обеспечивается через выделенные защищенные соединения, либо виртуальный терминальный сервер. Я имею в виду то, что пользователь в первую очередь должен работать в своей личной, ну, не должен работать в своей личной домашней среде, смешивая файлы рабочие и файлы, которые у него в обычной жизни, на личном компьютере. То есть при удаленном подключении к своему рабочему ПК в компании стоит помнить не только об обеспечении мер информационной безопасности, но и тех устройствах, с которыми вы осуществляете удаленный доступ к корпоративным ресурсам. То есть я перечислил некоторые меры, которые вы можете увидеть на слайде, я их прокомментирую. Здесь имеются в виду меры для настройки удаленного рабочего места работников. То есть это ПК, если вы им выдали домой компьютер, либо ноутбука, то есть которым он из дома будет осуществлять защищенное подключение к внутренней сети. То есть в первую очередь хотелось бы, конечно, предложить такие меры, как использование рецензионного ПО. ПО, безусловно, имеется в виду Windows и в целом программное обеспечение, которое используется для соединения установки, установки соединения. Наличие антивирусного ПО с актуальными базами, установка всех актуальных обновлений для операционной системы, обновление роутера. В принципе, все вы можете перечислить на... перечисленное увидеть на слайде. На что хотелось бы обратить внимание. То есть само собой, что в идеале не стоит доверять удаленному сотруднику, что он все это будет сам устанавливать на свой рабочий компьютер, сам контролировать то, что это все обновляется и так далее. И, как правило, те работодатели, которые действительно заводятся об информационной безопасности, отправляют сотрудника на удаленку, готовят для него либо ПК непосредственно, то есть он прям забирает под материальную ответственность, либо персональный ноутбук, который настроят именно с применением следующих мер, для того, чтобы он через него подключался и работал из дома, который будет полностью настроен для подключения в соответствии с вашей политикой безопасности. И, как минимум, я понимаю, что для всех это может быть невозможно сделать, но, как минимум, для самых ваших критичных кадров такое сделать следует. Хотелось бы сказать, что должно быть запрещено. Что должно быть запрещено, на мой взгляд, по вашей политике безопасности, если вы работаете с удаленчиками. Храдить информацию ограниченного доступа на домашних ПК или иных устройствах, которые не относятся к корпоративным. Я думаю, ну, это адекватно. То есть разделение полных файлов. Если вы подключаетесь к корпоративной удаленной сети через RDP, то есть через удаленное подключение, не нужно на домашний комп копировать файлы, чтобы потом поработать. Работайте на рабочем компьютере через подключение, без копирования файлов. Допускать к устройству третьих лиц во время запущенной сессии удаленного подключения. Ну, я тоже думаю, что это понятно. Не нужно давать свой компьютер во время защищенного подключения сыну или кому-либо из домашних, чтобы посмотреть какую-то информацию. Использовать общественные Wi-Fi сети и иные незнакомые сети для подключения удаленного доступа. Да, я понимаю, что удаленка – это по факту работа везде, в том числе и в кафе. Некоторые люди могут так это делать. Поэтому данный способ скорее рекомендован, но не настолько часто соблюдается, как обычно. Но, опять же, стоит говорить о том, что при возможности необходимо все-таки через ваше проверенное соединение заходить в интернет для подключения к рабочему месту. Сохранять скриншоты с рабочей информацией в открытом доступе либо на личном устройстве. Тут этим грешат обычно телефоны. То есть ты, как правило, можешь переписку сохранить в скриншот, и по факту она сохраняется у тебя уже не внутри сети. Информация уходит за контур просто потому, что сделан скриншот, потому что сотрудник посчитал это удобным. По завершении работы оставлять запущенную сессию удаленного подключения. Само собой стоит прерывать сессию, даже когда у вас установлено защищенное соединение в конце рабочего дня. Что хотелось еще сказать в случае, какие еще рекомендации я бы мог дать? Это уже, грубо говоря, следующие рекомендации – это мое личное по опыту, потому что не все из этого можно написать нормативно для работников, потому что, ну, компании разные, подход должен быть гибким. Но я их перечислю, чтобы было понимание и прокомментирую. То есть, безусловно, вы подключаетесь теоретически с ноутбука или с рабочего компьютера к своему либо терминальному серверу, либо к домашнему, к рабочему компьютеру. И для этого подключения рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию. То есть через какой-нибудь Google Аутентификатор или Яндекс. При организации безопасного соединения это действительно необходимая мера, когда вы подключаетесь до своего рабочего компьютера. Когда вы обеспечиваете коммуникации с коллегами и партнерами при установке каких-то мессенджеров формата корпоративных типа Teams, Skype для бизнеса или на мобильных устройствах ставите приложение MacOS или Android, стоит помнить, что все дистрибутивы и установочные файлы данных приложений необходимо скачивать только с официальных сайтов производителей или каких-либо ресурсов, которые они выделили для установки на Android или MacOS. В идеале дистрибутив должен предоставить вам сам работодатель через IT-отдел или отдел информационной безопасности. То есть уже проверенный, уже точный, имеющий какую-то степень доверия. В целях обеспечения безопасной работы с домашнего компьютера или иных устройств, с которых осуществляется удаленный доступ к корпоративным ресурсам, следует использовать антивирусное ПО более-менее крупных поставщиков данного софта, таких как Асперский, Доктор Веб, Эсет и так далее. Понятно, что данные антивирусы стоят немало, но практически у каждого поставщика антивирусного софта есть бесплатные версии. То есть если человек понимает, ну, все-таки решили использовать его личный домашний компьютер, но настоите на том, чтобы он хотя бы бесплатные, либо 3L-версию поставил данных антивирусов. Понятно, что для максимального уровня защиты должны использоваться продукты, которые обеспечивают комплексную безопасность устройств. Но они все платные, то есть либо ключи выдавать для сотрудников, либо принимать риски, я не знаю. Но это вы решите сразу своим руководителем. Хотелось бы тогда также отметить, что в настройках антивирусного ПО должна быть включена функция ежедневного обновления антивирусных баз, иначе как бы смысл... Так, следующие рекомендации, которые хотелось бы дать. В целях обеспечения безопасности домашней сети, все-таки если вы используете Wi-Fi роутер, рекомендуется регулярно менять его пароль, а также пароль от консоли администратора и обновлять прошивку устройства. Тут могу лишь сказать, что у большинства домашних компьютеров очень простая сеть, и буквально пароль — это номер квартиры или вообще порядок символов, по порядку. То есть это, я думаю, адекватная рекомендация. Если вам выдается сертификат, например, для удаленного подключения к вашему рабочему столу, старайтесь всегда использовать его, а все-таки не авторизацию формата логин-пароль. Я думаю, это понятно. Если домашним компьютером, с которым вы подключаетесь к удаленному рабочему столу, пользуются и другие члены вашей семьи, то есть это у вас не персональный ноутбук, а все-таки личный, необходимо создать для них учетные записи отдельные, либо все-таки для себя создать одну учетную запись под работу и через нее работать. И, конечно же, не забывать блокировать его в момент, когда вы уходите с рабочего места. Это основные требования, которые я хотел, то есть рекомендации, которые я хотел бы озвучить. Я думаю, что у вас у каждого еще в зависимости от того, в какой вы организации сможете гибко придумать свой перечень требований, как оформить в целом, какие документы нужны, чтобы, например, оформить какие-то требования. Я, в принципе, писал регламент удаленного подключения, то есть подключение к удаленному рабочему столу, чтобы примерно описать те требования, которые я озвучил, более-менее документально. А также для сотрудников можно сделать инструкцию, то есть краткую инструкцию можно одностраничную по работе на удаленке, то есть каким образом подключаться, какие пароли использовать, рекомендации к паролям, а также те рекомендации примерно, которые я здесь перечислил, в более кратком и понятном формате для обычного рядового сотрудника. Да, и в конце, наверное, хотелось бы сказать, что насколько бы вы не были бдительными, нужно в первую очередь все-таки приучить к этой бдительности в плане информационной безопасности ваших сотрудников непосредственно, то есть так как именно от их действий и зависят риски реализации порядка 80% угроз вашей компании. Ну, в целом у меня, наверное, все. Денис, спасибо большое. К вам вопрос Александра Горач... Так, нет. Вопрос Ильи Тарасова. Вот вы говорили о применении многофакторной аутентификации для подключения к рабочей станции, я так понимаю, находящейся в личном каком-то пользовании. Просит Илья раскрыть, что здесь имелось в виду. Здесь имелось в виду, что, например, как у меня, например, построено, я сейчас компанию не могу учитывать, поэтому я пишусь везде как незавидимый эксперт, иначе мне придется с PR-отделом согласовывать каждое слово. Поэтому что я здесь имею в виду? Например, предоставили вы какое-то устройство формата удаленного подключения. Ну, грубо говоря, там, не знаю, кто у нас сейчас на рынке. Ну, STR, да, или VPN какой-то. Вы делаете VPN-соединение, и вы можете только подцепить сертификат, который вам выдан, а можете также присоединить средствами данного устройства, средства данного ПО, какой-либо из аутентификаторов. Как я уже сказал, формата Google-аутентификатор или Яндекс-аутентификатор. То есть первый уровень у вас будет через сертификат цеплять аутентификацию, и второй уже с введением кода, который генерируется раз в минуту. То есть вот я это имел в виду. Да, спасибо. Спасибо большое. Уважаемые участники, еще ваши любые вопросы, комментарии. Пожалуйста. Ну вот вы упомянули, кстати, проблему домашних роутеров, домашней сети. Представители ряда крупных компаний, особенности банков, например, представители Рафайзенбанка говорили нам о том, что сейчас, по сути, перед ними стоит задача поддержать пользователей, научить пользователей как раз создавать достаточное и безопасное сетевое соединение у себя. То есть настраивать роутер, выбирать там какие-то вещи. Как вы видите, на практике эта задача может решаться, потому что намерение благородное, действительно, вы правильно приоритет этой задачи присвоили, но каждый один на один со своим локальным провайдером по месту жительства. Да, как правило, вы правильно сказали, то что желания это у нас могут быть благие. С другой стороны, когда пользователь, не особо занимающийся даже просто IT, представлением, он просто приобретает, грубо говоря, какую-то услугу у провайдера. Соответственно, он получает услугу в том виде, который она предоставляется, и старается больше туда не лезть, лишь бы все работало. Очень сложно таких людей вообще заставить, ну, что-то сделать, потому что у них это сразу риск, либо у меня все перестанет работать, либо мою работу каким-то образом будет контролировать работодатель. Я при этом хочу после работы все-таки не думать о том, что работодатель меня контролирует. В данном плане, наверное, стоит... Я заметил, что когда провайдер, ну, например, я нет, я не буду ничего называть, какой у меня провайдер, а то реклама, но в любом случае провайдер предоставляет оборудование, он даже старается не погружать пользователя в том, как оно устроено. С другой стороны, у провайдера вполне надежные пароли первичные, как выяснилось. То есть они не 1, 2, 3, 4, 5 или 4, 0. Единственное, наверное, что действительно стоит поменять, это пароль именно настроек администратора, потому что он по умолчанию заводской может быть как 6 нулей. А с точки зрения того пароля, который делает провайдер на сеть, он вполне устойчивый. Но, конечно, я думаю, что кроме нормативных требований вряд ли... А скажите, Денис, а вот в этой части можете ли вы представить появление каких-то дополнительных услуг со стороны провайдеров? Ну, то есть вы представитель корпорации, вы говорите, вот у меня... Да, да, я как раз к этому и шел. ...тысяча сотрудников, работающих удаленно, да, предоставьте мне услугу, потому что бы я мог обеспечить им безопасное подключение, включая там домашнюю сеть, например. Да, безусловно. Я думаю, что это была бы прекрасная услуга, если бы провайдер за нас подумал хотя бы об этой части нашей работы, ну, как безопасников. Потому что то, как в вашу сеть могут полезть, ну, залезть непосредственно из-за какой-то слабости или уязвимости, там, в парольной защите или в каком-то протоколе, который они недостаточно обезопасили, всегда приводит к тому, что страдает работодатель. И я думаю, что в первую очередь действительно, чем миллион человек обучить менять пароли и делать более устойчивые соединения, которые им предоставляет провайдер, проще провайдеру сделать какую-то услугу, которая действительно за небольшую цену обеспечила бы и, например, ежемесячный или хотя бы раз в квартал смену пароля, они же, в принципе, могут это сделать удаленно, то есть, как бы, написать определенные задачи, протокол, который на оборудовании меняет пароль и присылает его пользователю о том, что в вашей сети в рамках безопасности был сменен пароль. Вот. Я бы, на самом деле, с удовольствием бы такую услугу использовал, даже не, ну, для личных целей, потому что действительно пароль может годами не меняться и быть известен не только. А ты потом постфакту просто узнаешь по количеству подключений, что у тебя их гораздо больше, чем домашних средств, и кто вот подключился, узнай. Так что провайдеру все... Вот если так чуть-чуть еще задартовать идею для провайдеров, то есть, мы скажем, организация, вы говорите, вот мои сотрудники, да, пожалуйста, там, я готов за них дополнительно, там, оплачивать что-то, да, предоставьте дополнительный сервис по, там, по таким-то адресам, да, примерно так это должно выглядеть, дополнительный сервис безопасности по таким-то, там, адресам. И что дальше? Какая-то панель должна возникнуть или не обязательно? Только если с точки... Ну, я думаю, что каждому... Вот опять же, все зависит от того, насколько пользователь продвинут с точки зрения вообще информационных технологий. Будет ли он смотреть в эту панель или она его будет пугать? Опять же, есть работники, стандартные операторы, которые, в принципе, привыкли, ну, работать в одной таблице в информационной системе в компании. И его лишняя панель будет действительно пугать. Ну, возможно, стоит дать предложение провайдерам, ну, то есть, с углубленным мониторингом вашего соединения. Либо мы применим все меры безопасности, будем вам раскварталом присылать новый пароль и, как бы, все, вы за это платите. Если человек более дотошен и его, наоборот, будут успокаивать такая информация, если будет выезжать панель, которая показывает статус там защиты соединений и количество подключенных устройств, то, я думаю, стоит таким коллегам предложить... Ну, таким клиентам предложить... Хорошо, так, спасибо. Спасибо большое. То есть, гибко немножко предложить. Очень интересно. Ага. Ну, вот, есть у нас мнение Ильи Тарасова, что объединить удаленную работу через единого провайдера можно только через мобильные сети и выдавать каждому роутеру свистки. Вот его мнение такое. Так. Ну, все это уже было и от этого ушли. Ага. Так. Так, так, так. Вот есть вопрос Олега Колпакова. Он говорит о том, что есть ГОСТы и нормы для построения информационной безопасности предприятий. Хотелось бы узнать, как регулируется ИБЭ с облачными сервисами, например, представленными выше. Ну, то есть, сегодня, о которых мы говорили. Встречались ли вам на практике такие инциденты, Денис? А вы можете немножко поточнее? Я просто не так давно присоединился. Ну, вот сегодня представители компании CloudMTS, скажем, представляли три сервиса. Это почтовые на базе CommunityGate Pro, соответственно, облачный офис на базе Мой офис, облачный офис на базе Зимбра, так. Было вот выступление Юрия Бражникова, собственно, по Зимбра, да. Вот. Ну, то есть... А инциденты какие были вот? Так, иначе, предлагают облачные сервисы, да. Причем облачные сервисы, касающиеся именно, ну, таких базового пользовательского функционала. Работа с документами, презентациями, почтой, чат и прочее. Вот, проверяю. Я думаю, контекст такой. У меня инциденты встречались скорее с... Когда сотрудники использовали офисные пространства, с которыми не были заключены соглашения. То есть, они больше для удобств их использовали. Я просто не сталкивался в своей практике, чтобы мы нормально заключили соглашение с каким-нибудь как раз облачным сервисом и чисто его использовали. Как правило, используется какое-то внутреннее решение для... Ну, как файл-сервер для того, чтобы передать. С облачными сервисами нужно очень правильно, как я понимаю, заключить договора на предоставление данных, потому что там может содержаться и персональная информация, персональные данные, потому что клиентов так или иначе во всяких таблицах, которые сохраняются в облачном пространстве, могут содержать оперс-данные, поэтому по 152 мы можем попасть. Но если грамотно заключить соглашение, я так понимаю, о передаче данных и о хранении, и в том числе об обеспечении защиты, то такие средства имеют место быть безусловно. Я просто не сильно на практике имел с этим дело. А инциденты встречались именно с тем, что некоторые сотрудники даже не пытаются поставить в известность, где они хранят информацию, и ты просто узнаешь спустя несколько месяцев, что а что, а где, а мы вот через Яндекс передаем, ты такой, чего, просто сохраняете в наличном, ну нет, у нас вот типа почта рабочая на Яндексе домен, вот мы там и сохраняем. А договор с Яндексом у нас на использование облачного пространства для таких целей есть, а соглашение о неразглашении, то есть ПДН мы брали, то есть его начинаешь уже копать. Ну и мы знаем это, собственно, из других обсуждений, часто используют то, что быстрее, то, что удобно, обходя те или иные, так сказать, корпоративные каналы. Некоторые думают, что если мы используем домен, который от Яндекса идет, ну то есть мы вот, грубо говоря, веб-морда на Яндексе, хоть и домен наш, то все, у нас все пространство Яндекса у нас снято в аренду, оно все безопасное, и ты потом пытаешься людей убедить в том, что не все так легко, и будьте добры, пожалуйста, как у вас подключены файловые сервисы, то через них и передавай, не надо все выливать наружу через облачное. По крайней мере, пока не будет договора безопасности. Да, я также отреагирую на вопрос Олега Колпакова, как соотносятся ГОСТа и нормы для построения ИБ-предприятия с, собственно, с облачными сервисами, да. Обычно эту тему мы обсуждаем на отдельных конференциях. К этому вопросу, который поднимает ИВАЛЕК, очень большой интерес, поэтому мы планируем этот вопрос, так сказать, поднять, уделив ему отдельное внимание. Так, просто смотрите за наш программой мероприятий и встреч. ГОСТ какой имеется в виду? 57-580-й, который на обеспечение безопасности чисто? Я просто смотрю, тут, в принципе, я часто с этим ГОСТом работаю, тут риски определенные даны каким-то направлением безопасности, что обеспечить и так далее, присваивается степень. Но я что-то не помню там про облачные средства, хотя, возможно, у меня старая версия, у меня 17-го года, кажется, версия. Так, ну вот, хороший практический вопрос Виталия Игнатовского. КОСТеры не хотят заключать договор поручения на обработку персональных данных, как на них надавить? Я напомню контекст. Вот мы в одном из наших эфиров беседовали с руководителем соответствующего направления Роскомнадзора. В прошлом году я как раз пояснялась, что нового. Новое – это то, что необходимо теперь уделять внимание контролю цепочки поручений. То есть, если вы к Остеру передаете данные, то там рассматривалось несколько моделей, каким образом, либо через специальные договоры, либо через пункты базового договора, так, урегулировать ответственность. Но речь идет именно о внесении в эти вообще документы позиции о поручении, не обработке персональных данных, а поручении на обработку персональных данных. И вот этому хостеры сейчас сопротивляются, так по информации Виталия Игнатовского. Как на них надавить? Я в прошлом году проходил проверку Роскомнадзора в одной из компаний, в которой я работал. Во время проверки они просили буквально с каждой, вообще с каждой стороной, куда уходит перс данные, не просто НДА, то есть не какой-то договор о неразглашении, они просили персональный документ, например, приложение к договору на как раз поручение и передача обработки данных. И в случае, если этого поручения нет, идут очень нефиговые штрафы. Я не знаю, как можно хостерам объяснить о том, что вы рискуете, если они хотят заключать договор на поручение, но можно возложить в таком случае штрафы за это на них. Возможно, это будет каким-то мотиватором для того, чтобы они все-таки заключили, так как полагается по 152, а не выпендриваться. Так, хорошо. Да, это интересная, конечно, проблема. И если нас слушают представители хостеров, терминология Виталия Игнатовского, если у вас есть позиция по этому вопросу, или какая-то практика, как по цепочке регулируются отношения, дайте нам, пожалуйста, знать, и мы будем рады пригласить вас в такую более специализированную аудиторию для соответствующего разговора. Потому что, конечно, только жалост на хостеров не годится, хорошо бы понять именно хостеры, как видят эту проблему и что делают. А вот Алексей Ваганов дополняет, что в свою очередь хостеры должны брать, внедрять соответствующие пункты о поручении по обработке пересданных с центрами обработки данных. Именно так, именно это вытекает из комментариев Роскомнадзора. Еще Роскомнадзор очень в том году был сильно настроен на то, чтобы все цоды располагались на территории РФ. Это прям вообще было чуть ли не первым, о чем они пытались сказать. То есть они даже не про поручение, не соглашение о передаче спрашивали. А сначала, говорит, с кем подписывали договор? Вот с тем-то. У него цоды на территории РФ. И ты только сначала на это отвечаешь, а потом такой, ну хорошо, тогда давайте все документы. То есть иначе сразу нафиг. Да, вы правы. Трансграничная передача, это отдельные вопросы, требующие, кстати, отдельного уведомления Роскомнадзора. Так, ну что ж, время на нашу дискуссию с вами, Денис, сейчас, оно заканчивается. Так, если какие-то личные контакты вы дадите нашей аудитории на ваше усмотрение, многие дают Телеграм, так, пожалуйста, можете это сделать в нашей части. И буду рад вас видеть на дискуссии. Окей. Через одно выступление. Спасибо. Спасибо. Так. Да, Олег Клопаков, спасибо. Если позвольте, я попрошу тогда команду с вами еще в рабочем порядке связаться для того, чтобы дополнительно уточнить некоторые вещи. А теперь приглашаю в эфир Константина Саматова, член Ассоциации, руководитель службы информационной безопасности. Так, ну, Константин выбрал тему, в которой, в заглаве, в которой информационная безопасность будет не станет. Так. И это вопросы применения отечественных решений для организации удаленной работы. Константин, приветствую вас. Да, добрый день. Слышно меня? Да, отлично, слышно. Да, пожалуйста, можно начинать. Да, спасибо. Итак, ну, мы вкратце пробежимся по вопросам применения отечественных решений, да, как там импортозамещение в этой части на нас влияет. Но для начала, конечно, нужно все-таки еще раз вкратце сказать про то, что такое удаленная работа. Об этом уже говорили как раз коллегам, ну, тоже с именем Константин. Вот, я немножко тут в рамках, скажем так, сравнительного анализа попробовал на эту проблему посмотреть. То есть, есть у нас работа в офисе, есть удаленная работа, да. Почему эти моменты важно понимать? исходя из этих моментов, вот, исходя из вот этих вот процессов, у нас как раз и появляются средства автоматизации. Ну, не в том смысле появляются, что там создаются, да, в том смысле, что мы, понимая, как работают эти процессы, начинаем понимать, какие средства, их автоматизация нам нужны. Вот, соответственно, если мы говорим про работу в офисе, то у нас сотрудники в зоне визуального контроля, значит, если у нас удаленная работа, то у нас сотрудники вне зоны визуального контроля и сложность с отслеживанием реально отработанного времени этими сотрудниками. Соответственно, нам что, нужна система, которая будет, значит, мониторить, да, их работу, то есть там юзер-активити, мониторинг-систем, как раз про который сегодня рассказывали. Следующий момент, значит, ориентация на процесс в рамках работы в офисе, в рамках удаленной работы ориентации на результат. Ну, то есть лучше человека контролировать все-таки не по процессу, а по результату. Во всяком случае, но изначально пытаться, если же, значит, человек не достигает результат, тогда уже переходить на процессный контроль. Значит, доступность для оперативной коммуникации там в рамках, когда он находится на территории работодателя и, соответственно, могут быть проблемы там с удаленной коммуникацией. Ну, канал, интернет перестанет работать там за провайдером, например, все, вы уже не можете с сотрудником коммуницировать. Либо нужно продумывать, как в этой ситуации быть. Да, что сейчас там легко второй сделать запасной канал при помощи той же мобильной связи, которая не всегда работает, а работает допустим при определенных условиях. Ну, и последнее, два самых важных на самом деле, две самых важных проблемы. Проблема, да, это то, что возможность восприятия всех невербальных коммуникаций в живом общении, значит, ну, и живое взаимодействие, да, меньше шума, то есть как раз за счет невербалики. Ну, это, в принципе, не я придумал, да, вот тут на слайде как раз показана оценка, которую психологи там приводят в соотношение там вербальных-невербальных коммуникаций. Есть немножко другие, там погрешные, где-то, кто-то говорит 70% невербальных, кто-то 60%, ну, на самом деле, нам не суть важна с точки зрения практики, 70% или 60%. Вот, важно понимать то, что в удаленных коммуникациях, да, часть невербалики теряется. Более того, зачастую при удаленных коммуникациях там мы проводим совещания без включения видеокамеры, да, тогда еще больше теряется. Поэтому, исходя из этого, то есть, мы приходим к выводу о том, что при организации удаленной работы нам совершенно точно нужна хорошая там система видеоконференции. Вот, ну и исследования показали, что более, значит, на самом деле удаленная работа более эффективна. Вот, ну, как мне кажется, что так и есть, и, соответственно, тенденции к усилению удаленной работы, они будут все более-более усиливаться. Вот, соответственно, ну, как я уже сказал, исходя из вот этих вот тенденций, нам нужны некие там средства автоматизации удаленной работы. То есть, коммуникации внутри удаленной работы происходят только с использованием технических средств, то есть, никак без технических средств коммуникации при удаленной работе происходить не будет. Второе, значит, обеспечение работников инструментами удаленной работы. То есть, нам нужно работника обеспечить программными и техническими средствами. Как правильно уже отмечали сегодня, вот я, правда, не все слышал, может быть, говорили более детально, но достаточно важно обеспечить работника корпоративными программными и техническими средствами, то есть, выдать ему там компьютер или ноутбук. По крайней мере, если сразу это невозможно, то есть, когда вы только-только его наняли, по причине того, что он далеко от офиса или у вас нет технического средства, обеспечить в течение какого-то периода времени. Потому что работать на своем компьютере, это точно не дело. Не с точки зрения безопасности, но не с точки зрения общей, скажем так, рабочей культуры, потому что действительно, если у него компьютер дома один, а дома есть еще другие жильцы, свои имеется в виду, то это может мешать его работе. Помимо этого, понятно, если там есть какая-то критичная информация, или он доступ к каким-то ресурсам имеет критичным, то какие-то некие посторонние неработники компании могут случайно получить доступ. Следующий момент, значит, внутренняя учетная система для руководителя с отражением происходящего, то есть задачи, поручения, проекта и так далее. То есть нужна система, где руководитель по идее видит, какие задачи, проекты, поручения у его работников и как они выполняются, своевременно, не своевременно, где сроки уже истекли, где сроки еще не истекли, сколько задач у каждого работника, чтобы он тоже там один работник не был перегружен, на другой не был недозагружен и так далее и тому подобное. Ну и четвертое это уже вопрос информационной безопасности, то есть обеспечение безопасности удаленного рабочего места, поскольку он находится за периметром компании, безопасности каналов связи, внутренних информационных ресурсов, к которым удаленный работник подключается, ну и контроль за этим работником, если нужно его контролировать. Ну то есть в принципе, если человек работает так, что есть результат, его постоянно контролировать не надо, то есть систему класса UAM применять или UAP особого смысла нет, она вам ничего не даст. Соответственно, значит, для решения вот этих вот задач, какие нам абсолютно точно нужны инструменты. Первое, система управления проектами и задачами, второе, система документа оборота, третье, система, которая будет обеспечивать каналы коммуникации, ну это как там непосредственно там провайдер, так и какие-то технические средства, которые могут на этот канал нормально построить, да, для того, чтобы он с одной стороны был отказоустойчивый, а с другой стороны он, если есть необходимость, должен быть защищен. Ну, как правило, она есть, да. Вот. База знаний, то есть, где отражаются все документы, рабочие задачи, рабочие поручения и активность в рамках этих рабочих задач и поручений. Ну и, понятно, средства защитной информации. если у нас есть какие-то средства, которые удаленно подключаются к нашей инфраструктуре, то их, наверное, как-то можно защищать, да. Вот. Понятно, что линейка этих средств, она достаточно большая. Более того, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев на текущий момент компании пользуются зарубежными вот этими вот средствами обеспечения автоматизации удаленного взаимодействия. Ну, за исключением, может быть, документа оборота и средства защитной информации. Средства защитной информации в принципе очень много российских и внедряли их именно российские. Давно то же самое и относится к системе документа оборота. Документы оборота уже достаточно большое количество компаний много лет назад внедряли российские решения. В принципе, наверное, половина на половину компаний по моим наблюдениям имеет российские, кто-то имеет там зарубежную систему документа оборота. Вот. Исходя из этого, значит, мы понимаем, что перед нами встают проблемы, связанные с применением отечественных решений и заменой отечественных решений на российские. Значит, ну что здесь, на мой взгляд, следует обратить внимание? Первое. Ну, у нас, как таковых требований именно в части там обеспечения удаленной работы по импортозамещению нет. Исключение составляет лишь все, что связано со значимыми объектами критической информационной инфраструктуры. Вот здесь я, ну, во-первых, подчеркну тот момент, что это касается именно значимых объектов критической информационной инфраструктуры, потому что если мы говорим об удаленной работе и о взаимодействии удаленного работника с работодателем, это, как правило, со значимыми объектами критической информационной инфраструктуры никак не связано. Ну, то есть работник подключается там в офисный сегмент и, соответственно, в этом офисном сегменте что-то делает. Вот, исключение, естественно, различные системные администраторы. То есть, если системный администратор удаленно администрирует значимый объект критической информационной инфраструктуры, то тогда, соответственно, ну, пока еще можно, но к концу 2025 года значит, все все программное обеспечение, которое вот он использует, оно должно быть уже российским. Вот, ну и второй момент там в части звуки еще раз напомню, потому что до сих пор это заблуждение есть о том, что якобы там к значимым объектам критической информационной инфраструктуры удаленный доступ не разрешен. Ну, то есть запрещен. На самом деле, если мы говорим про работника, работника, то есть субъекта, находящегося в трудовых отношениях с работодателем, владельцем этого значимого объекта, такие никаких проблем вообще нет. Для него не запрещено данное доступ. Вот, но ладно, бог с ними, там с юридическими там этими ограничениями их нет, однако же есть риск использования иностранного программного обеспечения там, ну, как самого программного обеспечения, так и облачных сервисов. Вот, как уже отмечал, по-моему, Юрий Бражников, да, есть компании, которые вот как-то вечером ушли с работы, утром пришли, у них ни один зарубежный там облачный сервис не работает, потому что вчера они попали под санкции, и после этого Microsoft им отключил там все сервисы этого Azure, и все, в один момент у них все перестало работать. Это второй как бы уже более такой реальный аргумент, который толкает на то, что зарубежные решения как бы нужно заменить. Третий момент аналоги. Есть ли аналоги, да, ну, на самом деле, значит, есть, значит, каталог, который ведет ассоциация разработчиков отечественного софта, вот здесь ссылка представлена, я его проанализировал, в принципе, с точки зрения удаленной работы там есть абсолютно все заменители зарубежных продуктов. Ну, именно, если мы говорим там в части обеспечения возможности работы удаленных сотрудников с работодателем, да, понятно, что где-то там в части каких-то там частных программных продуктов, безусловно, ну, не все решения есть, вот, либо есть там часть решений, которые там неполным функционалом обладают, вот, исходя вот из всего сказанного, получается, что, ну, в принципе, проблем для того, чтобы переходить от зарубежных программных продуктов на отечественные, ну, на сегодняшний момент у нас нет. Соответственно, значит, что, ну, именно с точки зрения там того, что, значит, чтобы нам глобально мешало перейти с, значит, с зарубежных на отечественные, какие есть все-таки небольшие проблемы, да, первый это лицензионный срок, то есть, вот, у нас есть программные там средства, да, зарубежные, которые, ну, по идее, там, до конца лицензии, наверное, должны у нас функционировать, и мы не сможем там обосновать закупку новых средств, да, и там не сможем, вернее, нам нужно будет как-то их там самортизировать, то есть, учесть их в рамках процесса амортизации, да, это первое. Второе, самое там основное, это нам необходимо будет пересмотр нашей архитектуры, то есть, у нас одни решения были, да, вот, нам теперь нужно как-то новое решение встроить в рамки нашей архитектуры, то есть, соответственно, нам нужно еще раз там провести какой-то там аудит нашей информационной инфраструктуры, понять, значит, что и как мы заменяем, что, где, как будем менять, какие системы выводить из эксплуатации, какие будем вводить в эксплуатацию, да, и на все на это, по идее, на там, какой-то технический проект составить. элементарно хотя бы как-то нарисовать, да. Следующий момент, нужно распланировать вот этот переход от зарубежного, от зарубежных решений к российским, ну, и, естественно, еще бюджет где-то найти и запланировать. Вот этот момент достаточно важный. Ну, и в идеале, значит, чтобы мы были уверены, что вот эти вот российские новые решения в нашу инфраструктуру нормально впишутся, нам нужно будет проведение пилотных проектов. Вот, после чего уже, после проведения этих пилотных проектов только начинают внедрение. Вот, соответственно, о чем это говорит? О том, что нам нужно на текущий момент, в принципе, не спеша, то есть нас в части именно создания инфраструктуры взаимодействия с удаленными работниками ничего не торопит. Вот, поэтому мы можем спокойно запланировать переход, обосновать бюджет, перепроектироваться и, соответственно, после пилотов качать внедрение вот этих вот новых уже российских технических решений. собственно, как бы это все, о чем, в общем-то, я хотел в рамках текущего доклада сказать, что панику как бы стоит паниковать, можно спокойно в плановые сроки замениться с импортных решений на отечественные. Да, спасибо большое, Константин, уважаемые участники, ждем вас, вопросов, вот Илья Тарасов вас спрашивал, исследования, на которые вы ссылались, что это за исследования, Константин, в начале презентации, британские исследования или какие-то, не вспомните? Нет, я сейчас не вспомню, где-то там дергал из одной презентаж, который... Хорошо, вот хотел бы вашего комментария вот по поводу какого момента, значит, вы абсолютно правы, когда говорите, это все подтверждают практики, кто занимается организацией удаленной работы сотрудников, особенно в крупных организациях, что в основном такие сотрудники полагаются на письменной коммуникации, то есть в большей степени, чем раньше, в каких-то раз, поэтому вот инструментарий именно очень важен, так и с другой стороны, вот сегодня, слушая выступления по развитию нашего российского, российских платформ или дружественных платформ, мы видим, что они копируют продукты, которые, скажем так, оригинально создавались не для удаленной работы, так? Да. Вот. Не видите ли вы здесь существенного противоречия, то есть, что сейчас они первым для развития многих российских продуктов выступают продукты, которые наследуют огромную часть, ну, огромную историю оффлайновой работы, работы в офисе, и сейчас, на самом деле, их вендоры как раз активно пытаются их менять, но менять им это сложно, потому что у них там многомиллионная клиентская база, да, необходимо обратную совместимость обеспечивать и прочее, прочее. Угу. Так, вот здесь есть противоречия какой-то или возможности напротив, пожалуйста. Да нет, тут нет противоречия, но тут, смотрите, надо понять, как бы, что такое удаленная работа, да, у нас в офисе на самом деле тоже в некотором роде процессы-то, они неотличимы от удаленной работы, вот. А вы сидите в кабинете на первом этаже, я сижу в кабинете на пятом этаже, да, нам же лень друг к другу спускаться, вот, мы пишем друг другу письмо, да, вот, и такие вот эти процессы корпоративной культуры, они уже там десятки лет, правильно? А какая разница, вы сидите на первом этаже или в городе в Москве, а я там сижу в городе Екатеринбурге, в чем разница? Разницы-то нет. То есть удаленная удаленная работа на самом деле, там удаленная, это я физически отдален там от точки, с которой коммуницирую, а на сколько, на метр, на два или на три, это не важно, поэтому тут, ну, абсолютно нету разницы. Вот, там единственное, вот говорю, проблема, это тоже, что все отмечают, значит, они все организационные, больше. Первое, про письменные коммуникации, то, что вы сказали, с удаленным работником, в чем проблема? То есть, когда мы в гости сидели, мы ему письмо написали, он не понял, он к нам пришел с первого, до пятого этажа и поговорил с нами, понял, с удаленным работником это не получится, значит, мы в этой письменной коммуникации должны ему задачу поставить четко, то есть, вот, сложность возникает в том, что нужно четко задачи ставить, если у нас удаленный работник. Первое, и второе, это вот, когда проводится совещание, теряется, там, 60% коммуникации невербальных, да, что, опять же, затрудняет восприятие, создает некие, там, ну, такие психологические или коммуникационные шумы, да, которые приводят к тому, что задача неправильно понимается или еще что-то, вот, и тут нужно как-то вот это вот нивелировать. он. Да, понятно, все, ну, вот, сегодня упоминались уже некоторые отличия, это, скажем, пространство для командной, групповой работы, так, важно при организации удаленной работы, наставничество сегодня не звучало, но, конечно, наставничество меняется, так, потому что одно дело, наставник рядом, так, к нему можно обратиться, он может увидеть затруднения, другое дело, наставник тоже удаленно работает, так, ну, или какой-то бадди, и, соответственно, он даже может не знать о тех затруднениях или, там, так сказать, задачах, которые возникли у, ну, у того, кого он опекает. То есть, все-таки какой-то инструментарий в развитии средств можно выделить такой специальный, или нет, на ваш взгляд, все-таки это неправильная постановка вопроса. Из вашего комментария я понял, что нет, в принципе, копируем, и так, ну, наши производители и так воспроизводят все, что необходимо. Смотрите, единственное, чего, что можно, например, добавить, это вот как раз контроль, там, вот, руководителям или тем же наставникам деятельности, ну, подчиненного сотрудника, то есть, когда вот он смотрит, какие задачи, там, как, как идут там сроки, выполняются, не выполняются, и он видит, если он видит, например, что кто-то часто сроки не соблюдает, да, то понятно, что, значит, у человека есть какие-то проблемы, то есть, действительно, проблема только в том, что наставник, вот, как вы сказали, или там руководитель, он может не знать, что у человека проблема, пока он ему не скажет, если вот он рядом сидит, он его видит, а когда он там сидит в другом городе, он не видит. Если коммуникации налажены нормально между наставником или этим руководителем, да, то проблем нету, то есть, то второе лицо, оно говорит, когда у него проблема, а дальше он подключается, подключение, это вот как мы с вами сейчас общаемся, какая разница, мы рядом бы с вами сейчас сидели, или то, что мы с вами в двух разных городах сидим, я в Екатеринбурге, вы в Москве, тысяч километров, нет уже никакой разницы, абсолютно. А вот относительно, значит, вот коллеги пишут, что эффективность у них за времен и временам пандемии уменьшилась, ну, как бы не знаю, у нас наоборот, вот в той компании, где работали. Сейчас наоборот, тренд идет в удаленку, все расчухали тему, все очень довольны. Вот у нас начальник там одного отдела, где у него большая часть удаленных, он не испытывает вообще никаких проблем, он единственный, у кого нет проблем с удаленкой, с удаленными работниками, те, у кого там поменьше удаленных, у них тогда проблемы есть. У него больше, больше всех, у него нет проблем. Почему? Константин, да, и еще один вопрос к вам, продолжая обсуждение, вы вот упомянули, это действительно так, что российские системы управления или поддержки бизнес-процессов, они достаточно развиты, вот BPM, да, у нас, так сказать, много, в общем, различных решений, между ними конкуренция есть, так, и на ваш взгляд, ну, для, собственно, организации удаленной работы, да, какую роль здесь они играют или могут сыграть, потому что пока вот мы параллельно с вами говорим, да, BPM мы обсуждаем отдельно, отдельно обсуждаем, там, так сказать, мой офис, там, коммунигейт про, или подобное, подобное решение, почтовое и так далее, где-то сходится, как-то мы здесь, может быть, какое-то обогащение за счет, например, развитости отечественных BPM-систем, потому что сами-то поставщики BPM-систем уже поняли, что сейчас нужно развивать их в качестве платформы, расширяя, так сказать, спектр применения. Мы это видим, так, а вот с вашей экспертной точки зрения, как здесь? Ну, про BPM, честно говоря, с ними особо не работал, но моделируют они там процессы, в принципе, моделируют. Ну, еще предлагают и чаты, и работа с документами, согласования, и контроли, то есть, многие вещи там есть, да? Есть, ну, а, вы имеете в виду, что все в одном решении? Ну, может быть, не все в одном решении, а может быть, надо начинать именно, скажем, с отечественной BPM и к ней прикручивать там мой офис или что-то подобное. Ну, мой офис, это офисная платформа, вот, вопрос, значит, что вам надо? Ну, понятно, что без офиса вы тут так не начнете, без офиса вы не сможете работать, да? То есть, прежде всего, что там у нас происходит в любой компании, значит, это первое, значит, мы делаем какие-то документы, как минимум, там, договора с заказчиками, да? Если даже мы там стартапы возьмем какой-нибудь раз, вот, второе, что нам нужно, мы должны как-то там обмениваться информацией, этими файлами, документами, между собой с заказчиками, то есть почтой, и третье, что нам нужно, ну, это уже там современные, там, всякие мессенджеры, да, вот, коммуникации, вот, три там основных системы, вот, дальше у нас накручивается бухгалтерия, там, скорее всего, вот, поэтому, с BPM точно, наверное, начинать не стоит, она где-то там дальше уже идет, когда уже более какие-то сложные деловые процессы, их нам нужно там моделировать и автоматизировать. Да, окей, да, понятно, понятно. Я спросил вас в той связи, что сейчас мне известно несколько поставщиков BPM-платформ, которые переключились на такую логику, чтобы поверх нее создать некоторый шаблон, да, превратив, например, это там в CRM-систему или в систему управления складом или что-то еще такое, да, зачастую даже есть попытки и права владения вот этой настройкой, этим шаблоном поделить, да, с кем-то, то есть совместно инвестировать и дальше совместно зарабатывать. Вот, заметно больше экспериментов такого рода, но часть из них явно имеют отношение к удаленной работе, да, и могут ее менять. Да, пожалуйста. Ну, это, как сказать, да, есть такой принцип платформы, то есть, когда один вендор, он создает платформу, на которой, значит, как раз разные классы систем, там, CRM, ERP, там, вот, и так далее, накручиваются, да, есть такие вендоры, я понял примерно, о каком вы говорите, просто назвать его, некорректно, наверное, вот, есть зарубежный, который сейчас уходит с рынка, его как раз заменяют, это российский, вот, но это, наверное, у тех, кому как бы требуется замена, да, понятно, вот, вот, критикуют нас, Илья Тарасов, может быть, справедливо, потому что мы все больше про проблемы белых бортничков, и забыли про реальный сектор, так? Ну, вот он, вы имеете в виду, вот он пишет, вы сидите на первом этаже и проектируете в неком приложении вместе с сотрудниками сидящими на пятом этаже, да? Нет, последний его комментарий, про реальный сектор, забыли? Ну, то есть, сотрудники работающие в цехах, сотрудники работающие в поле, да? И что? Так. А, в чем вопрос? Ну, смотрите, хлеб, хлеб удаленно мы печь не сможем, да? этот, скажите так, выпускать там прокатные листы не сможем. Проектировать. Что? Проектировать можем удаленно. Ну, как бы, есть просто, да, есть класс, он, наверное, имеет в виду, что реальный сектор, есть класс профессий, которые, ну, там удаленно невозможно, да, делать. То, что я назвал. Но это не тема нашей, просто сегодняшней конференции. Нет, и есть класс решений, которые развиваются в промышленности, я понимаю, что ты говоришь. когда вам не нужно перемещать, допустим, суперкомпетентного сотрудника на предприятие, чтобы он там разобрался, что происходит, а можно как раз различными инструментами обеспечить ему возможность наблюдать, управлять действиями тех, кто на месте. видимо, речь идет в том числе о таких инструментах удаленного. Ну, система удаленного мониторинга, да, есть такие системы, значит, которые тоже подключаются к промышленному оборудованию, вот, и мониторинг. Хорошо, Илья, у нас сейчас предстоит дискуссия, вы можете сформулировать вопрос, собственно, для дискуссии, так, так, поострее это сделаете, мы с удовольствием... Ну, Дмитрий, смотрите, да, понятно, что там проектировать удаленно можно после того, как мы реально знаем нашу инфраструктуру, то есть мы сначала, прежде чем проектируем, мы проводим там инвентаризацию или аудит какой-то, да, поизучаем инфраструктуру, желательно там сходить в эти цеха, посмотреть и так далее, и тому подобное, это действительно лучше будет, чем вот удаленно, ну и да, высококвалифицированные проектировщики, адекватные там главные инженеры проектов, вменяемые нормаконтроллеры, но это нормаконтроллеры, они уже там на последней стадии документов приводят в нормальный проект. Константин, да, спасибо, давайте так, оставайтесь в эфире, наступило время дискуссии, я приглашу ее участников, да, и мы тогда продолжим в расширенном составе. Прошу Михаила Папуру подключиться к нам из компании Корпсофт, так, вот сегодня представлялось решение интересное системой Рютас, так, прошу подключиться к нам Антона Толстых, это Рудесктоп, и Юрия Бражникова из ВЗ Клауд, так, Константин Саматов уже окей, собственно, почти все собрались, только Юрий Бражников, а, и Юрий здесь уже, отлично, так, ну вот специально, я так понимаю, команда нам поставила выступление Константина Саматова перед дискуссией, так, Константин всегда, так сказать, дискуссионный вопрос поднимает, и я хотел бы начать с того, чтобы предложить вам прокомментировать некоторые, так сказать, либо тезисы, либо те вопросы, которые я Константину Самату озвучивал, так, ну, в качестве такого первого круга. Сама же работа у нас, напоминаю, по сути, проходит в режиме круглого стола, когда любой из вас может бросить в обсуждение интересующего вопроса, либо обратить внимание на что-то интересное, что сегодня обсуждалось в чате, так, и мы получим комментарии от всех участников дискуссии. Так мы успеем за время дискуссии два, три, максимум четыре вопроса обсудить. Давайте начнем с комментариев того, что обсуждалось с Константином Саматовым, потому что он попытался сделать некоторую сборку, все-таки. Так, прошу. Угу. Так, видите, Константин, повторите-ка для простоты наиболее такие дискуссионные тезисы в формате раз, три. Пожалуйста. Ну, первый тезис дискуссионный был, насколько я помню, то, что большинство современных решений, они рассчитаны там были на оффлайн работу, да, вот, и, значит, можно ли, вернее, или какие есть особенности, значит, у современных решений там в части удаленной работы. Вот, это первый был тезис, второй тезис, что мы обсуждали, это BPM-система, как они там работают, можно ли с них начинать, или там все-таки, на мой взгляд, там с них нельзя начинать, можно как раз вот поспорить, я бы сказать, мнение свое. Вот, и третий, там, что-то про проектирование было, да, можно ли удаленно проектировать, вот, ну, в принципе, тоже я согласен, что, как бы, перед проектированием должен быть там физически, наверное, какой-то аудит проведен. Последний вопрос, давайте я чуть-чуть модифицирую, там, проектирование появилось как пример того, что не надо ограничивать внимание только работой белых воротничков, так, поэтому, наверное, присущие могли бы дать комментарии относительно того, что, как их продукты, или практика, или кейсы, касающиеся сотрудников на производстве, сотрудников поля и так далее. Ну, вот еще Илью Тарасову, я дополнил, зацепил, он пишет, что, значит, удаленка эффективнее, как бы, неудаленная работа, вот, тоже может, давайте подискутируем, мне бы тоже интересно было там. Так, да, так, кто хотел бы начать, выбор за вами, что именно комментировать из того, что озвучил Константин, прошу. Начну, начну, ну, на самом деле, естественно, нет никаких абсолютных истин, то есть, есть кейсы, есть предприятия, производства и компании, которые могут работать эффективно, удаленно, есть, которые не могут, в принципе, Константин сказал, да, печь булки удаленно невозможно, да, если и возможно, то вряд ли это эффективно, поэтому, как бы, нет общих шаблонов, кто-то, кто может организовать работу эффективно увидел, удаленную, увидел, что, да, так сказать, прошла пандемия, как бы, положительный опыт остался, мы относимся к этой же категории, так сказать, предприятий, хотя, как я всегда рассказываю, мы 10 лет работали в распределенном, коллективе, которые, представители которого сидели фактически на всех континентах и работали в одной команде, да, сейчас, как бы, интернациональная работа, наверное, закончилась, но опыт удаленного общения и эффективная работа есть, и он, как бы, развивается, поэтому, как всегда, как бы, разные модели, разные подходы. Так, да, позвольте. Пожалуйста, Михаил. Михаил Папура, компания Корпсов. Это вот история про систему Ректус. Я руковожу направлением заказной разработки программного обеспечения. Константин Гринзяев рассказывал про наш продукт, но я бы в контексте вот заданных вопросов хотел бы несколько слов уже добавить. Я бы такой критерий ввел для применимости, либо неприменимости, всех наших суждений относительно удаленной работы. Там, где сотрудник работает, и его рабочим инструментом является персональный компьютер, это повод для того, чтобы задуматься, как организовать его работу именно вот в контексте наших информационных технологий. Естественно, в тех случаях, когда его объектом труда или, скажем, рабочим инструментом является, не знаю, станок, оборудование какое-то, не знаю, выпечка хлеба приводилось, например, там, естественно, совершенно другие системы работают. Я про СУТП не хочу говорить, но, в принципе, подходы наши некорректно даже рассматривать. Но в нашей сфере деятельности, под нашей, я понимаю, не знаю, там, логистические компании, консалтинговые, не знаю, финансовые, аудиторские и так далее. То есть достаточно много сфер деятельности человеческих, где присутствует интеллектуальный труд и рабочим инструментом является персональный компьютер. И вот здесь как раз, мне кажется, уместно использовать те или иные решения. Я просто о критерии говорю, соотнесение и применение наших программных продуктов. Да, хорошо. Ну, трудно не согласиться, потому что, действительно, на мероприятиях, посвященных задачам нашей крупной промышленности или финансовых организаций, много речь идет о цифровых помощниках и так далее, но в другом контексте. И тем, кому из участников нашей сегодняшней конференции это интересно, вы можете обратиться как к записям, так и к расписанию будущих мероприятий по промышленной тематике. Удивит вас, я думаю, количество экспериментов и экспериментов с положительным результатом в этой области. Так, Антон, что скажете? Ну, так как мы представляем, являемся разработчиками, да, IT-сектор, то есть в нашем секторе это удаленная работа, очень востребованная тематика в свете особенно именно набора программистов в штат, то есть это стала нормальная ситуация, что крупные компании могут себе за относительно небольшие, но адекватные деньги набрать хороших специалистов из регионов и, соответственно, с ними взаимодействовать. То есть здесь формат удаленной работы, ну, у нас, я скажу так, у нас практически вся разработка на удаленке находится. То есть, более того, также присутствуют места, что специалисты могут находиться не в России. Позвольте еще два слова, наверное, к этому добавить. Основная тема нашей сегодняшней встречи, насколько я помню, была управление эффективностью работы сотрудников. Естественно, мы говорили об удаленке, офисный режим, совмещенный. Вот про эффективность, наверное, стоит нам всем высказаться. Да, да, прекрасное предложение. Позвольте, я начну, два слова скажу. Мы когда, перед тем, как систему Рептос создавали, проанализировали то, что имеется на рынке, скажем так, за последние 20 лет. И, естественно, хорошо знакомы с разными решениями, и комплексными решениями, начиная уровень ИРП, и заканчивая современными решениями класса IPM, Enterprise Performance Management. Так или иначе, говоря про эффективность, разные подходы есть, здесь всегда нужны компромиссы, скажем так. Ну, возьмем крайности. Кто-то говорит, контроль вреден, и, наверное, это так. Если сотрудник чувствует над ним тотальный контроль, это как минимум его угнетает. С другой стороны, отсутствие контроля, ну, расхваживает человека. и, говоря про эффективность, опять же, стоит признать, что, наверное, не контроль является наиболее действенным инструментом в плане поиска эффективности работы сотрудника, а именно мотивация сотрудника. Вот. Говоря про мотивацию, тоже здесь, она должна выражаться, видимо, и в деньгах, материально стимулирован, и интересные какие-то планы личного роста, там, где сотруднику интересно развиваться, и поиск и нахождение, так сказать, сферы применения сотрудника, это тоже немаловажный фактор. Но там много факторов работает. Вот. По нашей оценке и по нашему опыту мы наблюдали ситуации, когда один тот же сотрудник в разные сезоны года по-разному работает. Начинали анализировать, поясняется, он там упертый горновыжник, а когда начинается сезон, у него больше мысли о том, где и как он будет кататься, чем, скажем, какой очередной проект и дополнительную нагрузку на себя возьмет. Или, допустим, там, маленькие дети, там, не знаю, там, желание путешествовать. Много разных факторов есть, которые человека могут в каком-то случае мотивировать, а в каком-то случае отвлекать от работы. Я клоню к тому, что, видимо, должна быть какая-то аналитическая среда, в которой можно было бы учитывать те самые предпочтения клиента, мотивационную карту создавать, виноват не клиента, а сотрудника. Ну, да, трудно здесь не согласиться. Единственное, что, конечно, ведь практики такой повсеместной, удаленной работы уже не первый год. И, конечно, интересно, ваша точка зрения, в каком направлении меняются, ну, интересы и внимания ваших клиентов, да, то есть, собственно, это зрелость, ну, или путь к зрелости, как происходит, чем сейчас отличается корпоративная повестка от того, что мы наблюдали, скажем, два года назад. Ну, если мне вопрос, я свое мнение готов высказать. всем, да, пожалуйста. Ну, я помню времена, когда компании тотально увлекались KPI, ну, я имею ввиду клиентов наших крупных и средних разных отраслей, разной специализации. Потом мода на KPI прошла, потом была мода на бизнес-процесс, на BPM-системе. Потом потихоньку, значит, и здесь интересно. Ну, не угас, я бы не так сказал, просто как-то эйфория пришла, прошла. Ну, и, наверное, еще можно дополнять эти... Так, а что сейчас приходит? Вы знаете, сейчас вот, на мой взгляд, какой-то совмещенный режим присутствует. То есть, с одной стороны, вот до пандемии, если брать, уже можно было констатировать, что современные каналы связи, я имею ввиду и оптоволокно и так далее, доступны, становятся людям даже и в сельском местности. Ну, возьмем дачи, к примеру, да, уж не говоря про крупные города. А это, соответственно, скорость передачи, это, соответственно, наличие сервисов и так далее. И в этом смысле сотрудник волен трудиться там, где ему удобно. Ну, надо признать это объективность. Понятно. Я имею в виду, не обязательно ехать в офис, и вот как в Москве там у нас стоять, не знаю, два с половиной часа пробки в одну сторону, чтобы на работе подключиться к корпоративным системам, делать то же самое, что я могу из дома делать. Понятно. То есть гибрид, как минимум, и именно поэтому вы, собственно, и предложили, ваша компания предложила новый продукт. Хорошо. Это объективная, так сказать, необходимость, и это так. Следующий момент, трудоустройство сотрудников. Давайте рассмотрим. Если раньше квалифицированный сотрудник в поисках более интересных проектов работы перемещался в города-миллионники, сейчас в этом, опять же, нет необходимости. В частности, взять опыт нашей компании, у нас полный интернационал. У нас работает, ну, не знаю, наверное, со всех регионов России люди работают, совершенно необязательно им присутствие в Москве. Да, не для всех специализаций, если это какой-то бизнес-консалтинг, и надо с клиентом идти там обсуждать, бизнес-анализом заниматься, там приходится иногда на площадку к клиенту приезжать. Ну, и здесь это решается, современные там видеоконференции, связи и так далее, средства. Понятно. Таким образом, можно, наверное, второй тезис озвучить, что в настоящий момент комплектность команд в IT-бизнесе стала другой. Это, как правило, децентрализованное формирование команд, ну, то есть, это необязательно люди, проживающие в одном... Понятно, да. По-моему, наверное, с этим трудно спать. Хорошо, Михаил, спасибо. Константин, прошу. Да, давайте, Михаил, дополню, прокомментирую. Значит, про контроль, ну, в какой-то мере согласен, но он не то, что вреден. Как мне видится, нужно контролировать по результату. То есть, не то, что смотреть, там, что он делает, там, в игрушке сидит, играет, там, или, там, не знаю, смотрит эти, там, киношки, или, там, мышкой дергает, да. Вот. Если человек, в принципе, как бы, достигает результата нужного, то есть, ему ставятся задачи, вот, он эти задачи выполняет, там, с нужным результатом, нужного качества. Тогда, да, бог с ним, пусть он там, играет, в принципе, себе в игрушки днем, может, он днем играет, вечером работает. С удаленными, кстати, сотрудниками так, то есть, у них день расплывается. Вот. Ну, по себе могу сказать, у меня, там, физическое время Екатеринбургское, работаю я по московскому, ну, я стараюсь, там, московский график встраивается, вообще никаких проблем нет. Вот. Ну, то есть, соответственно, вечером, когда в Москве 5 часов, в Мелдре 7, там, ну, в принципе, ничего страшного. Вот. Мотивация и стимулирование, да, вообще, очень важная тема, особенно с удаленными работниками, вот. Тут могу порекомендовать теорию мотивации Герцберга, я вот как раз сейчас доклад готовлю, там, в ближайшее время внутренний метап буду делать по этой теме. Там есть разные факторы, есть гигиенические, то, что вы назвали, это там зарплата, вот как раз характер работы, это один из гигиенических факторов, который тоже достаточно важный. Ну, есть там и психологические, это вот как раз там доверие, там, хороший коллектив, там, хороший руководитель, и так далее, и тому подобное. Поэтому разные там факторы, в общем-то, влияют по-разному. По части комплектности команд абсолютно согласен, значит, трудоустройство, удаленная команда, штука интересная, могу кейс прикольный рассказать. В прошлом году искали сотрудников для отдела безопасности Киев в Москве, не могли найти в Москве, нормальный уровень компетенции, взяли из регионов, ну, там свои взяли, можно сказать, скантили там людей, то есть, которые знали. Вот, из регионов, то есть, в Москве не смогли поэтому распределенность команд, она сейчас дает возможность как раз решить проблему с кадрами очень сильно. Вот. В чем, как бы, достаточно большой такой плюс вот этой вот удаленной работы. Спасибо. Юрий Бражников, прошу вас. Я как раз на встречу по желаниям производственников. Действительно, мы замкнулись, действительно, есть правота в этом замечании. Мы замкнулись на офисной работе, в офисных пакетах. На самом деле, то, что я говорил про мобильное устройство, позволяет вовлечь в корпоративную сеть не только, так сказать, офисных работников, но и даже линейных работников, например, в энергоотрасли, те, которые осматривают энергообъекты и так далее. То есть, тем более, сейчас, я так понимаю, эта тема сейчас становится все более и более актуальной по понятным причинам. У нас есть отличный кейс, то есть, как раз, энергетическая компания, у нее там порядка 800 линейных работников, которые осматривают там удаленные всякие там, так сказать, энергетические объекты, и для того, чтобы отправлять и получать снимки, так сказать, они это делают, естественно, через обычную сеть, да, их мобильники подключены при помощи нашего решения Zextras в корпоративную сеть заключения, они защищены дополнительными уровнями защиты, и, соответственно, монтажник или там, так сказать, какой-то работник на удаленном, где-то в степи может спокойно осмотреть объект, отправить фотографии с объекта, получить какие-то рекомендации, получить, возможно, какие-то чертежи тут же, если ему они нужны, консультации коллег, вот, пожалуйста, вам удаленная работа без офисных, так сказать, дел, то есть, на самом деле, последние два года пандемии, они немножко, как бы там, искривили вот эту тему, да, то есть удаленная работа, она стала выглядеть, как своего рода форс-мажор, хотя на самом деле удаленная работа, это просто часть удаленной работы, даже если бы не было пандемии, все равно люди ездили в командировки, и в командировки там на неделю, я бывал и больше, да, на две недели в командировке, поэтому в это время мне тоже нужно работать, Поэтому я также ездил с программными средствами, которые помогали это делать. Поэтому каждая отрасль в удаленной работе может найти улучшение качества работы и повышение безопасности работы. Надо просто стучаться, узнавать у специалистов и получать информацию в таких конференциях, как ваш. Спасибо вам за это. Спасибо. Антон, будете что-то дополнять в эту тему? Пожалуйста. Я бы добавил из своего опыта удаленной работы в пандемию, которую мы тоже прошли. Здесь коллеги поднимали вопрос разделения личных компьютеров, ноутбуков с корпоративными. Сто процентно согласен. Когда есть корпоративный ноутбук, у нас были случаи в отделе сотрудники, так как у нас Новосибирск сдвиг 4 часа с Москвой, у нас отвечали в 12 по-нашему. То есть вот он рядом открыт, кто-то клиент письмо написал. Менеджер тут же оперативно ответил. То есть вот он стоит, было оповещение, человеку несложно потратить минуту, дать оперативный ответ. Отсюда идет второй момент, как вот Константин говорил, по результату отслеживать. То есть есть те профессии, где нужно отслеживать по результату. И здесь сотрудники, они уже уходят от привычного графика, там с 9 до 6. Они могут работать абсолютно ненормированно, в том плане, что 3 часа поработать, 2 отдохнуть, потом еще 3 поработать, ну и так далее. То есть где-то они могут, не нарушая бизнес-процессы, решать параллельно свои вещи. То есть у нас также вот сдвиг по графику идет на данный момент. У меня двое детей. Мне это очень удобно, что я с утра не отпрашиваюсь с работы, могу там, допустим, с детьми в поликлинику сходить, еще что-то. То есть потому что очень много таких прикладных жизненных моментов, которые нужно решать. То есть если бы я работал в госорганизации, мне бы было это сделать крайне тяжело. И тезис гибридной работы тоже полностью поддерживаю. Там, где нужно в офисе приезжать, там, допустим, 2 раза в неделю. И какие-то совещания, там, обсуждения. Пожалуйста. Если можно часть времени работать дома, это экономия денег, времени. Ну, в Москве, по-моему, вопрос транспортный очень остро стоит. Да, спасибо. Давайте попробуем вместе вернуться к тому, что было объединяющей темой, ну, наряду, естественно, с повышением эффективности самой удаленной работы, что было объединяющей темой сегодня. А это была миграция, очевидно. Да, то есть, точнее так, возникшая задача перед большим количеством организаций перейти, скажем, с Microsoft или с TeamViewer или с чего-то еще, да, перейти, перейти быстро, так, и уже, так сказать, дальше осваиваться и планировать развитие с использованием нового инструментария или новых платформ. Так, вот, опять же, эта задача не только что возникшая, уже можно делать какие-то выводы, можно делать, наблюдать изменения в корпоративном поведении, так, и я хотел бы попросить вас сказать, какие же изменения в корпоративном поведении в решении этой задачи вы наблюдаете, так, и что в этой картине, в ваших наблюдениях вас смущает, да, и объясните, пожалуйста, почему. Пожалуйста. Ну, смущает, конечно, одно, то есть, несмотря на все произошедшие изменения, то есть, как бы, косность мышления не дает людям, соответственно, выйти из зоны комфорта и принять реальность как таковую, то есть, очень многие, сидя на пороховой бочке, извините, опять ту же тему, пороховой бочке Майкрософт, ждут, что вдруг все опять наладится и вернется на круги своя, Майкрософт вернется, все опять будет как раньше, то есть, вот это самая страшная позиция, которая, как бы, пугает реально, я не знаю, почему она не пугает тех, кто ее занимает, но, вот, как бы, глядя на это, действительно, и зная случаи, когда, вот, пришли утром на работу и ничего нет вообще, да, это реально страшно, поэтому, как бы, вот, и почему это массовое, так сказать, массовое характер, это поведение носит, и, так сказать, вот, у меня нет ни объяснений, ни, так сказать, каких-то пожеланий, никаких советов, то есть, кроме того, что, действительно, надо принять жизнь такой, как она есть, Майкрософту больше не будет, и выбирайте, что из того, что есть на рынке, и развивайте это вместе с нами. Да, спасибо, то есть, интересно, что, с вашей точки зрения, здесь мало что поменялось, то есть, продолжают ожидать. Да, несмотря на все, что произошло, вдруг, а вдруг. Да, потому что о достижениях мы слышим от компаний, которые начали импортозамещение, там, зачастую еще до пандемии. Так, и, то есть, они сейчас уже, так сказать, не имеют разноправных векторов, да, то есть, с одной стороны, миграция, в которой ты можешь даже что-то потерять, а с другой стороны, задача корпоративного развития, требования бизнеса, да, вводить что-то новое. Вот они сейчас, те, кто начал раньше, собственно, переходный процесс, они сейчас уже в зоне развития находятся. Так, да, прошу вас, Михаил. Да, коллеги, позвольте еще, резюмирую. Мне кажется, мы все видим одну и ту же тенденцию, которая, наверное, прослеживается, ну, последние лет 10-15. То есть, компании берут опенсорсные продукты и на базе них делают что-то свое. Причем это касается не только российских IT-компаний, но и Запада. Такая практика у Microsoft, Oracle и всех остальных. То есть, даже эти гиганты, по сути, подключаются к тем или иным веткам, начинают их финансировать, потом дают, собственно, название, выпускают новый продукт. И вот, говоря про импортозамещение, как мне кажется, большинство компаний нашей отрасли, говоря про разработку новых продуктов, когда надо сделать быстро, то альтернативы практически нет. По любой специфике берется разработка, наработка какая-то опенсорсная и дальше допиливается, доделывается. Вопрос только качества этой допилки и потом уровень техподдержки того продукта, который будет на рынок выпускаться. И вы имеете в виду, что это одна из характеристик сейчас корпоративного поведения, то есть, усиление собственной разработки. Да, и под собственной разработкой, тем не менее, понимается не разработка с нуля, а взятие готовых решений опенсорсных, ну и, соответственно, на базе них чего-то, доделывание под себя, либо под клиента, ну смотря по тому, какая задача стоит. Да, это хорошее, хорошее дополнение, то есть, выглядит так, что если ресурс позволяет, то вместо того, чтобы выбирать какой-то коммерческий продукт, иногда, в общем, такой, с признаками беты некоторой, то берутся делать сборку сами. Так, хорошо, спасибо. Так, Константин, Антон, что в корпоративном поведении здесь меняется, в связи с, ну, вообще в вопросах или в задачах миграции? Ну, посмотрите, опять, наверное, с конца, да, по опенсорсу полностью согласен, более того, я где-то на одной из конференций говорил, что у нас российских-то решений практически нет, то, что все базируется на том, что мы берем опенсорсы и кастомизируем, ну, по крайней мере, в выборшных решениях. Вот. По поводу миграции, значит, что наблюдается? Действительно, правильно тенденцию говорит Юрий, там многие ждут, вот, но из этих многих, это, как правило, скорее всего, ну, Юрий может меня поправить. По моим наблюдениям, это SMB-сегмент, малый и средний бизнес. Вот. Что касательно крупных корпораций, там, да, там закладывается уже, ну, по крайней мере, как минимум, на уровне тех проектов закладываются, ну, вот эти вот, так называемые российские решения, да, в которых там во многом в основе есть open source, да, включая там операционные системы наши. Вот. Уже основная проблема какая? Это как раз вот операционки. То есть, если прикладное ПО, допустим, все российское, то тоже специализированное ПО, там, для тех же автоматизированных систем управления, зачастую есть там российское, только российское, да, то операционка, как правило, все равно из семейства Windows, даже там, может быть, там не не 10, там, не 11, а даже там XP зачастую есть в промышленном сегменте, там, Windows 2000, вот, и как их менять? И чтобы менять, надо полностью всю архитектуру переделать, то есть взять там российскую какую-то операционную систему, и на нее еще прикладное ПО российскому крутить, потому что то, которое под Windows, сама на работу, естественно, не будет прекрасно, знаете, вот. Поэтому такая вот тенденция, да, она есть, действительно. Но крупный бизнес, я думаю, там все-таки так или иначе будет переходить на российское. Мне показалось, что Юрий Бразников имел в виду прежде всего крупный бизнес. Ну, нет, я как бы оговорюсь, тот, который не впадает под регулирование, то есть регулирование сейчас стало более жестким, появились как бы рычаги, которые как бы заставляют очень большие компании или окологосударственные компании, компании государственным участием действительно делать и выполнять требования, так сказать, регулятора. И там действительно есть и дорожные карты, и, так сказать, какое-то движение. Хотя, скажу так, что как бы не везде опыт положительный, но как бы в любом случае люди куда-то идут. А вот как бы коммерческий бизнес как раз, то есть коммерческий, я имею в виду, то есть частный бизнес, причем я про частные имею в виду не СМБ, а это компании, в которых работают тысячи человек. То есть, к сожалению, вот они как раз как бы снимают позицию, подождем, а вдруг наши вернутся. Спасибо. А Антон? Ну, вы предлагаете, то есть, как раз замену, да? И что здесь вы наблюдаете? И какие изменения в подходе корпоративных покупателей? Ну, согласен с коллегами в плане опенсорса. Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен? То есть, качество российской разработки, ну, может быть, на очень высочайшем уровне. И, допустим, если брать наше приложение, вот мы его, оно до декабря прошлого года было всем бесплатно, и, то есть, кто-то использовал 4 месяца. То есть, потом мы получили очень много хороших отзывов, что появилось российское решение, удобное, простое, отклик очень высокий. То есть, и наоборот, в свете того, что еще у нас сейчас патриотизм в стране растет, я бы это тоже, наверное, отметил. Мне кажется, многие компании, даже руководители на местах, те же бухгалтера, консалтинг, они, мы слышим эти ноты патриотизма в том плане, что мы хотим использовать именно российское решение, при том, это организации, которые не попадают под регулирование. Ну, вот это из нашей реальности текущего дня, что говорят заказчики. Причем из разных сегментов. Из разных сегментов, да. То есть, мы же и с физлицами работаем, у нас не только корпоративный сектор. То есть, и очень, очень востребовано. Главное, чтобы качество было, потому что корпоративный сектор, вот я разговаривал с информационной безопасностью одной крупной страховой компании, они говорят, у них кто отвечает за инфраструктуру, они столкнулись с тем, что решения отечественные, которые внесены в реестр, не всегда соответствуют по качеству и уровню, который бы хотелось. Поэтому тоже их может появляться великое множество, но хочется, чтобы были хорошие продукты, качественные. Хорошо, я хотел бы задать такой вот, ну, попробовать чуть-чуть скорректировать направление разговора. Значит, многие корпоративные покупатели, покупатели, выбирая импортозамещённый продукт, ещё не знают или недостаточно знают о том, что, так сказать, не только от него ждать, да, но и главное, они не знают, как это всё оркестровать, то есть, организовать взаимодействие с другими продуктами, с другими инструментами. И достаточно мало сообщений о совместимости, так, там, одних продуктов с другими. Многие жалуются, вот сейчас, Антон, вы дали повод упомянуть об этом, многие жалуются, что, там, масса продуктов из российского реестра несовместимы друг с другом, или, ну, как-то, в общем, звучат призывы здесь что-то улучшать. Даже, по-моему, Минцифры стала реагировать уже на эти призывы. Вот в вашей практике, насколько важно, ну, для вас, для развития вашего бизнеса и для ваших покупателей вот эти вопросы интероперабельности, совместимости с другими решениями, в том числе, там, российскими, ну, или из дружественных стран. То есть, согласно ли с тезисом, и что это в вашей работе? Я вот бесплатную рекламу одной российской компании, российской Redos, сделаю. То есть, информационное поле этой компании насыщено, фактически, ежедневно, ежедневными релизами о том, что протестирована совместимость Redos с тем или другими решениями. Вот, кстати, есть, я думаю, что, может быть, недостаток не столько в работе над совместимостью, сколько в анонсировании широком публике такого рода работ. И вот от Redos можно поучиться тому, что, так сказать, как нужно работать в этом направлении. Вы правы, то есть, соответственно, помимо того, что нужно создать группу, хороший продукт, нужно, так сказать, добиться совместимости его с теми приложениями, которые будут работать в среде этого продукта, или наоборот. Поэтому, как бы, вот, надо просто больше работать не только над разработкой, но и доведением до, так сказать, широкой публики того, что сделано. И, опять же, так сказать, Андрей, тут такие компании, такие медиаагентства, как ваши, играют важную роль и будут играть роль для того, чтобы доносить до максимально широкого круга специалистов совместимость тех или других продуктов с друг с другом. Ну, а второе, как бы, тут я, как бы, прорекламировал бесплатно Redos, хочу программировать и нас тоже. То есть, у нас, как бы, продукт интегрированный сверху донизу, то есть, от операционной системы и рабочего приложения на рабочем столе до бэкапа. Все это единое решение, ничего, ничем интегрировать не надо. То есть, интеграция уже минимальная, там, подключить какую-нибудь UB-шную систему, когда потребуется. Может быть, проинтегрировать с ERP, но это уже высоко уровня работы. А вот, по крайней мере, так сказать, покупать вместо трех продуктов один, это, как бы, правильный выбор на сегодня. И вот, наверное, та практика, к которой стоит присмотреться и подумать о ней. Спасибо. Так, коллеги, ваш комментирует. Да, пожалуйста, Михаил. Позвольте. Ну, я бы хотел бы все-таки немножко рассортировать, скажем, подход. Если говорить о комплексных информационных системах уровня ERP, там одна история. Если говорить о частных специализированных решениях и политика Best of Breed, понятно, лучше в своем классе, там, вот там как раз возникает вопрос интеграции. Вот те решения, которые сегодня уважаемые участники нашей конференции озвучивали, все-таки ближе ко второму классу систем, специализированных систем. Либо это EB-шные системы, либо это какие-то системы мониторинга оборудования, либо там софта какого-то удаленного, либо еще чего-то. Все-таки это специфические, специализированные решения. И когда вы упомянули реестры российского ПО, там именно такие, большинство решений, именно такого класса. Если взять комплексные решения, ну, скажем так, на сегодняшний момент на рынке российском, из комплексных систем, 1С до Галактика, наверное. Так, по-крупному если разбираться, российские, я не знаю, приведите мне пример, если есть какие-то отработанные, где были бы ERP-решения, там EBM и всякие прочие, EBI. Западные тоже все знают, SAP Oracle, Microsoft, EPS там и прочие. Ну, на сегодняшний момент, наверное, этот разговор уже не актуален. Поэтому там, где необходимо узкоспециализированное решение, там встает всегда вопрос интеграции его с имеющимися компаниями решениями, профилем деятельности компании, что именно требуется автоматизировать, и там вопрос интеграции актуальный, от него никуда не биться. Но если компания крупная, хочет в единой системе более-менее вести, начиная от документа, да, как на уровне ERP, и собирая финансы в управленческую отчетность и все остальное прочее, и анализировать все это дело на ходу, где DIA решения встроены, и так далее. То есть здесь, ну, скажем так, интеграцию, best of breed решений нет смысла делать, там надо брать комплексное решение, и фокусироваться его докручивать. Собственно, как и поступают клиенты. Понятно. Ну, это дискуссионная точка зрения, потому что российские заказчики достаточно часто, уверенно говорят о том, что им недостаточно свойств из коробки, да, и как раз часто приводят в качестве доказательства того, что вот мы не можем обвесить эту систему, или получать события, там, да, какие-то, ну, в общем, слишком много выпадает им внутренней работы, а это, кстати, в свою очередь способствует развитию внутренней разработки, потому что, если уж все равно им этим заниматься, да, то они начинают рассматривать альтернативы. Да, Константин, пожалуйста. Микрофон. Да, что-то он не с первого раза включился. Так вот, отвечая на вот этот ваш вопрос, Андрей, ну, там, с тем, что сказал еще Михаил, действительно, как бы, компания на такие моменты обращает, но тут есть нюанс следующий, что интеграция и совместимость, которые проводят вендоры, это одно, есть еще вторая, как бы, сторона, не дали, скажем так, это интеграция в текущую информационную инфраструктуру компании, то есть, да, вендоры, они проверили там на совместимость, скажем, одного продукта там с другим, где-то в рамках тестовых испытаний они там установили, что да, действительно, там, ну, будет работать, должно работать, все нормально, ничего мешать не должно. Когда вы это решение интегрируете в вашу текущую информационную инфраструктуру, тут может произойти там, в принципе, все, что угодно. Ну, относительно, конечно, я немножко утрирую, но так или иначе, надо еще смотреть, как это решение будет интегрироваться в вашу инфраструктуру. Вот, вот этот момент. поэтому им и не хватает этой информации, потому что вроде все пишут все хорошо, они решение купили, воткнули, но не работает, работает как-то не так. не совсем так. Да, окей, да, хорошо, я вижу движение у Антона, Антон, да, есть что добавить, пожалуйста. Ну, да, по кастомизации тоже мы замечаем это, особенно у крупных заказчиков, то есть здесь у них свои есть бизнес-модели, свои пожелания, свое видение, как они это хотят видеть, у них есть опыт, с чем сравнивать и западных вендоров, ну, то есть как бы одна из задач импортозаместиться для многих, это пройти этот путь безболезненно, то есть, чтобы условно, как вот Константин сказал, можно было там за неделю, за две оперативно внедрить в существующую инфраструктуру и, соответственно, те задачи, которые они решали западными решениями, также успешно решать российскими, но стоит, мы это слышим, ну, собственно говоря, у нас это есть и мы прислушиваемся к мнению, сталкиваемся часто. Да, хорошо, у меня к вам вопрос, вот мы сейчас с некоторыми крупными заказчиками активно обсуждаем, может быть, дополнение вот к нашим конференциям, это такое уже асинхронное, да, коммуникации, то есть, заказчикам было бы интересно строить разговор вокруг списка требований, так, ну, практически эти требования озвучивались сегодня в чате, да, во время ваших выступлений или после них, так, согласны ли вы с этим, готовы ли вы с этим тоже поэкспериментировать, ну, то есть, представьте, вот наша конференция прошла, да, и мы дальше предложили ее участникам посмотреть на, выбрать те требования к системам гибридной удаленной работы, так, которые для них важны и релевантны, и, например, дали вам для того, чтобы вы также в этом списке пометили, что закрывается, да, что закрывается за счет чего, так, ну, или что не закрывается, вот, в целом, согласны, что это было бы полезно? Как? Да? Да, да, пожалуйста. Ну, я, может быть, немножко пессимист в этом плане, мне кажется, трудно спецификацию функциональных требований просить вот заказчика. Одно дело в ТЗ, совместно разрабатываем, ну, а, как правило, подрядчик его пишет, заказчик читает, смотрит, спрашивает, что там, как он понял, сверяет с тем, что он хотел бы, это один подход. Вот, если мы говорим о функциональных требованиях, то, если со стороны заказчика можно получить исчерпывающий перечень, значит, у него уже что-то есть, и, скорее всего, не одна система. Вот, а если у него подобных систем нет, то еще требуется им объяснить, для чего и как их стоит сделать, какие эффекты это принесет, и каким образом это интегрить в существующую его инфраструктуру. Атишную, естественно. Так, да. Я пример приведу, если позволите, краткий. Мы говорили про эффективность работы сотрудника, да, мы тоже над этим очень много размышляли, и в нашем продукте ее пытались реализовать. Так вот, соответственно, говоря про наш продукт, вот про этот самый Рептас, ну, у нас там мы использовали разные технологии, там у нас и МБО есть, управление по целям, и баланс-скор-карты, и КПА, и все на свете там есть. И нормативы, как механизм оценки результатов работы. То есть, мы исходили из чего? Что, идеологически, так сказать, что такое эффективность работы, как ее мерить? Деньгами ее не измеришь. Каким-то образом, ну, правильно люди пишут, что результат надо оценивать. Но, когда результат, это совместный результат работы, усилий нескольких людей, а бывает, и несколько десятков специалистов, то вычленить составную часть и вклад каждого из них тоже нетривиальная задача. И вот, как именно измерить количество, вклад того или иного участника проектной команды, качественно оценить, опять же, тавтологию, качество работы этого сотрудника и качество конечного продукта. Очень сложно. Поэтому мы у себя, например, в нашей системе рефта с метриками все обвешивали. То есть, у нас, например, чтобы задачи как-то, нормативы по задачам вести, нормативную базу собирать. У нас достаточно сложный классификатор. То есть, там в классификаторе присутствуют и бизнес-процессы, виды деятельности, функциональная роль исполнителя, и интегральная оценка сложности выполняемой задачи и так далее, и так далее. Ну, здесь все айтишники присутствуют, каждый понимает, что высококлассный специалист, как правило, несколько функциональных ролей. Даже в одном и том же проекте ведет, не знаю, там взять разработчика, он может быть и бизнес-аналитиком, и разработчик, и тестировщик, и так далее, и так далее. Таким образом, вот, когда сложный интеллектуальный труд, а айти — это интеллектуальный труд, то вот для того, чтобы эффективность измерить, мне кажется, там целый набор технологий надо применять, и нормативы каким-то образом, хотя методики ведения нормативов для интеллектуального труда в природе нет, насколько мне известно. Я глубоко погружался. В машиностроении, да, когда надо посчитать мощность обрабатывающего центра, известный там, токарь такого-то разряда 50 болтов за смену сделает, это понятно. И там есть отраслевые нормативы, технологические, время подготовительных операций и так далее. Даже по допролеживанию деталей. Ну, говоря про интеллектуальный труд, как измерить труд проектировщика? Вот ему дали там ТТХ какого-то, не знаю, агрегата, узла, да, и вот сказали, спроектируй его за три месяца, а он спроектировал за восемь месяцев. как сказать, он качественно, некачественно он сработал? Здесь временем не измерить, потому что сложности разные будут и так далее. Поэтому это все имеет отношение к эффективности, о которой мы сегодня говорили. Поэтому здесь на мой взгляд какой-то комплексный подход должен быть. И метод какие-то в оценке труда и количество, и качество труда, и вклад его в общий труд, и мотивационную карту сотрудника надо строить, как-то пытаться анализировать хотя бы каким задачам у него душа лежит, каким не лежит, где он лучше показывает результат, где он хуже показывает. И только вот на основе, наверное, этих интегральных оценок можно понять, как заинтересовать того или иного сотрудника больше, чтобы он больше качественно трудился. Причем вот мы знаем разницу, вот коллега Константин Саматов упоминал учебник про мотивацию, да, ну вот стимул и мотивация вроде бы кажется синонимы, но на самом деле, как мы все помним, стимул это палка с заостренным концом, которая погонщик тыкал, ну скажем, быка в тыльное место, чтобы он скорее повозку тащил. Вот это стимул. А мотивация это ответ на вопрос зачем? И говоря про интеллектуальный труд, наверное, правильнее говорить все-таки о мотивации, понимать, к чему стремится специалист, какие задачи ему интересны, где бы он хотел развиваться, то есть это целый комплекс ворох проблем, здесь столько IP решения на него не осилить. Спасибо, да, ясно. Константин, давайте короткий комментарий, время уже заканчивается, в общем, уже завершающие комментарии идут, пожалуйста. Значит, в комментариях Михаилу как бы ответный про мотивацию полностью согласен, как бы она более главнее, чем стимул, ну по моему мнению тоже. теперь возвращаясь к вопросу касательно ТЗ, во-первых, да, у каждого заказчика будут разные требования, в первом моменте, а второй момент, это вот то, что вы, Андрей, говорили по поводу того, что дать список требований, а вендорам, ну там, производителям программных решений, чтобы они пометили, которые, какие из требований закрываются, в принципе, в части информационной безопасности все вендоры, они так и делают, но там только они показывают меры там из различных приказов, ну то есть, вот есть решение какое-нибудь там СИЭМ, там А, условно говоря, она закрывает меры из 21-го приказа стекта киета, из 31-го приказа стекта киета, из этого, из 39-го приказа стекта киета, то есть, это в принципе, ну стандартная практика. Спасибо. Так, еще есть какие-то ответы на этот вопрос, потому что время ограничено, в принципе, я не наставил, чтобы все отвечали на этот вопрос, если есть, то сейчас, если нет, вижу паузу, давайте тогда перейдем к завершающим таким резюме, я предлагаю избежать вот все-таки такого, значит, ритуальных спасибо, так, и я хотел бы попросить вас выразить такую профессиональную и личную надежды на то, что вы хотели бы увидеть обсуждаемой нами теме в организации гибридной и удаленной работы, в ее инструментальном обеспечении до, скажем, конца нынешнего года. Вот, это может быть ваша мечта или ваша надежда или ваше какое-то, так сказать, такое оптимистическое ожидание. Оно может быть личным, а может быть и корпоративным, да, как вам удобнее думать. Давайте вот этим вот, что вы ждете в этой части, что должно, на ваш взгляд, произойти в обсуждаемой нами области в идеале до конца текущего года. Пожалуйста. Это и будут наши, наш завершающий такой короткий круг, буквально по по нескольку фраз. Прошу. Мы ждем больше ответственности от руководителей и лиц, принимающих решения по внедрению новых систем, чтобы они взяли на себя эту ответственность и начали действовать. Спасибо. Да. Юрий, благодарю. Все остальное получится. Так, Антон? Ну, такой глобальный вопрос. У меня нету лично никаких ожиданий. Мы даем инструмент, чтобы это можно было реализовать. Вот, собственно, и все. А дальше уже каждый сам решает, как ему удобней бизнес-процессы выстроить. Больше ваших инструментов. Все пользуются вашим инструментом. Так, хорошо. Так, окей. Хотелось бы. Михаил, пожалуйста. Ну, я, возможно, опять общий отвечу. Я бы хотел, чтобы государство слегка подкорректировало законы о проведении конкурсных процедур. С тем, чтобы там, как бы помягче сказать, больше альтернативных систем можно было предлагать, чтобы они более объективно оценивались, рассматривались, и это, опять же, важно для того, чтобы развивались эти самые информационные технологии. Чтобы настоящий круг подрядчиков, тех участников и тех, кто смог участвовать в конкурсе, и кто не смог участвовать в конкурсе, чтобы он непрерывно расширялся. Чтобы по-настоящему конкурентная среда была, и молодые разработчики там могли свои решения. Иногда, может быть, не стандарт, альтернативный предлагать, и самое главное, чтобы были какие-то механизмы, когда бы они могли отстоять ценность своих решений. Иначе у нас одни и те же компании выигрывают одни и те же конкурсы, а потом мы рассуждаем об импортозамещении, о развитии технологий и так далее. Информационных технологий о них говорим. Вот как-то хотелось бы, чтобы наша конкурентная среда на уровне госзакупок была более... Хорошие пожелания. Спасибо. Константин, прошу вас. Ну, я думаю, что тенденция будет к тому, что все больше и больше компаний будут применять удаленную работу на систематической основе, скажем так, вот в этой связи, я думаю, что к концу года появится множество различных кейсов, поэтому можно как пожелание высказать к следующей подобной конференции, чтобы сделали побольше кейсов, то есть рассказали какие-то практические решения, как там, допустим, если это вендоры, то как их там решение в тот или иной кейс вписывается и какие-то проблемы заказчика решает. Хорошо, ну, то есть в основе кейса и в этих кейсах увидеть именно как те или иные решения сработали и вписались туда. Так, хорошо, ну, что ж, спасибо, благодарю. Я предлагаю на этих ваших словах, собственно, и завершать наш сегодняшний разговор. Со своей стороны скажу, что получился у нас интересный взгляд, потому что я, у нас длинная цепочка вот этих, мы постоянно уделяем внимание гибридной работе и удаленной работе, и видно, как меняется интерес, и мне хотелось, чтобы речь наконец пошла вот так, полноценно о стандартном инструментарии офисного работника, так, и мне кажется, сегодняшнее мероприятие показывает, что созревает у нас и заказчики, и поставщики для того, чтобы об этом можно было говорить, я думаю, многое сегодня осталось еще недосказанным, мы будем безусловно и дальше эту тему сопровождать с учетом ваших пожеланий, то есть, с одной стороны, стандартный офисный инструментарий явно нуждается, так сказать, в таком критическом разговоре с привлечением заказчиков, так, в том числе, с точки зрения и кейсов, реализуемых, как предложил Константин Саматов, так, мы, безусловно, в той части, в которой мы взаимодействуем с нашими регуляторами, будем предлагать реализовывать вот эту тему, да, то есть, а какие планы и что делается для того, чтобы за счет где-то силы государства первое, облегчить закупки нового, потому что это тоже известная проблема, да, вот, и второе, это увеличить конкуренцию, да, то есть, за счет, так сказать, того, чтобы сделать возможным участие, там, и молодых коллективов, да, так, и, что касается ответственных решений, то, Юрий, я думаю, это тоже замечательное пожелание, которое, в том числе, мы можем, кстати, реализовывать через кейсы заказчикам, потому что, ведь, часть заказчиков приняли такие ответственные решения, да, их опыт может помочь их принять другим, то есть, но при этом надо говорить тогда не только о решениях, но и о личных и корпоративных рисках, о той работе внутренней, которую им пришлось проделать, управленческом пути, которую им пришлось пройти для того, чтобы это состоялось с приемлемыми рисками и результатами. Ну что ж, спасибо, сегодня интересный у нас получился разговор, я вам благодарен за такое вот, так сказать, качество дискуссии и очень интересные и практически ценные доклады, видно было по статистике, в которую я заглядывал, что удержание у нас сегодня хорошее, то есть, у нас процентов 70 участников остались на дискуссию, а это говорит о том, что и ваше мнение, и ваши личности, и ваша работа, и ваших коллективов работа интересна для наших участников. Сделаю, как всегда, короткий анонс, команду прошу, выведьте, пожалуйста, то, что нам предстоит впереди, в будущем. Вот 28 марта мы будем говорить о цифровых технологиях для ритейла и коммерс, 29-го о трансформации комплекса систем безопасности, это такая тема чуть дальше от нашей сегодняшней, 30-го марта автоматизация бизнес-процессов в условиях импортозамещения, так, в основном вот как раз кейсов этот разговор будет вестись, 4-го апреля цифровое строительство, создание единой информационной среды управления, и 5-го апреля внутренний контроль в информационной безопасности, анализ эффективности сотрудников, тема, кстати, который коррелирует с рядом поднимавшейся сегодня задач, упоминавшейся сегодня задач, ну и много чего еще, что зашифровано по ссылке, опубликованной в нашем чате, и за этим QR-кодом, который вы, уважаемые участники, видите на экране. Документы и ссылка на запись будут опубликованы в течение обычно пары дней это происходит, на этом, на сегодня все, спасибо всем огромное за участие, благодарю, до свидания. До свидания. До свидания.